В эфире Народное славянское радио. 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 от разных серьёзных действительно гуру во все возможные религии. Что мне эти все инициации, они проходили немножко необычно, ведь я ушла опять в сторону. Посвящение происходит, это не когда мы читаем книги, потому что древние книги были устроены, опять меня, немножечко по-другому, так как они состояли из образов, то достаточно было человеку посмотреть на определённую книгу, на которую, может быть, являлась собой просто белый лист бумаги, как на этом белом листе моментально проявлялись сначала буквы, а потом такие, как голографические изображения. Одна из таких книг есть в Чинай. И когда человек приезжает туда, если он хочет что-то узнать о себе, он открывает, ну человек, там шесть, по-моему, человек в мире, которые могут эти книги как-то там, может быть, открывать, я не знаю. И, короче, когда эта книга открывается, перед тобой открывается всё про тебя. Вот такие путешествия по Индии. Это непередаваемо, я могу рассказывать об этом тысячи лет, как вот Шакризада, да, там тысячи дней. Это было сказочное моё путешествие, двухгодовое, в результате которого, получив инициации, особенно для меня были важны, потом оказались важными инициациями, я поняла, что я имею склонность вот к Шиве, да, то есть мне очень нравится бог Шива, это бог богов. И когда меня инициировал Буру, он меня заставил, ну, держать его за пальцы, вот большие пальцы его ног, то есть, понимаете, я держала его так за пальцы, он два своих пальца вот так ставил мне сюда, где-то вот сюда, наклонял меня над огнём и на ухо мне говорил определённые мантры, так скажем. Это было очень серьёзное посвящение, потому что после этого он положил меня на землю, я лежала там в храме Шивы, но потом он мне сказал, не уезжай, останься здесь, а я сказала, да, ерунда, и поехала. Не прошло там и полдня, а он мне говорил, предупреждал, как у меня началась, поднялась очень высокая температура, где-то зашкалил градусник, и когда я пыталась двигаться, мне казалось, что все мои органы двигаются, и всё разлетается на части, как всыпается, всё, вот позвоночник рассыпается, вот, и я уже думала, что я прощаюсь с жизнью, так мне было страшно, и, конечно, я подумала, что я столкнулась с каким-то, так скажем, колдуном, ну, а потом прошло два дня, всё стало на места, и через некоторое время, когда я уже вернулась в Россию после этих путешествий, внутри меня каким-то невообразимым образом через мою клетки, через мою кровь стали открываться определённые знания, и как бы можно было сказать, что, ну, можно это назвать, наверное, третьим глазом, ну, в принципе, я больше косила как-то глаза, глазами, потому что я начала видеть какие-то картины, сцены из прошлого, которые как-то у меня вот как-то так сбоку где-то происходили, то есть не вот в прямую, а где-то вот так вот каким-то косым взором я вот начинала видеть какие-то картины, и я начинала делать из этого выводы, потом я хваталась за всякие там знания, чтобы найти подтверждение, и таким образом я находила подтверждение, и потом у меня бог Шива, он же Сива, он же Святогор, я стала проводить параллели Кришна, Вишна, Вишну, когда там Кришин, и я вдруг обнаружила, что все индийские боги имеют древние славянские названия наших богов, и я поняла, что это одно и то же, естественно, мой разум вскипел, и тут уже начались невероятные исследования, в результате которых я стала открывать какие-то фантастические факты, совершенно невообразимые. И я поняла, что где-то примерно 12 или 10 тысяч лет назад на Земле ещё была первозданная Земля, и была другая формула жизни, была первозданная формула жизни, люди были чисты, они были подобны Богу, были в основном, сейчас скажу, конечно, пусть меня не обвинят там в чём-то таком, как это сказать, что я там за один народ или что-то, но я знаю, что тогда был живой протоязык, это был протоязык русов или ариев, асов, как угодно. И вот эти полубоги, назовем, а может божественные существа, они распространялись по всей планете Земля, не говоря о потопе, но мы не будем брать, это целая история, тоже о ней можно тысячу лет рассказывать. Очень много я поняла, когда я прочитала все, естественно, еврейские знания Каба, Кабала, или Кабала, как там её можно так называть, Тору, потом Ветхий Завет, Новый Завет, потом всё, что связано с Куранами и историями Шивы, Кришны и вообще всех религий, и всё это я плела в эту нить, чтобы понять, что же на самом деле происходило. И я поняла, что примерно 10, может, 12 тысяч лет назад на Земле была великая битва очередная. И в этой битве, к сожалению, победили, ну как это можно так сказать, победили не светлые силы, не арии, не асы. И просто у меня потом мистика, столько мистики, я не могу всё это пересказать. В результате этой битвы бросались планетами, и были и атланты, так скажем, и ещё какие-то там очень светлые, добрые, назовём их великаны, может, вместе даже, я сейчас не рискну сказать, может быть, даже с самим создателем, были закованы подводами с Северного Ледовитого океана. И сейчас вот этот океан тает, это нам на пользу, потому что должна быть возвращена вот эта первая формула жизни, когда не было ещё пищевой цепочки, когда никто никого не пожирал, простите, не ели животных, и не ели вот всего того, что сейчас едят, и природа была совершенно другой. И мне удалось опять своим вот этим каким-то левым зрением увидеть, и даже не одно, и я это сумела даже показать разным людям, какой же была на самом деле природа до того, как произошло это падение, и как всё это испортилось, и как пало всё, человек пал, земля пала, ну всё пало. И поэтому сейчас то, к чему мы идём, мы снова возвращаемся к первоистокам, к зову наших предков древних, которые были очень светлые и которые были божественны, в этом я уверена. Походу история развивалась таким образом, что когда уже была земля завоёвана, назовём её, что завоевали её, я хочу мягко говорить, некие тёмные силы, демонические, возможно, их как-то по-разному называют, там джурги, ещё как-то, то они, чтобы землю держать тоже в плену и в шоковом состоянии, они построили вокруг Земли такие тоже магические сферы, которые отражаются в кабале, как сфероны, семь сферонов. И человек, когда он пытается проходить через эти сфероны туда, к свету Бога, который идёт выше совершенно от Вселенной, его просто скидывают, как сизифов труда, и не получается пройти. Мало того, свет Бога, который должен идти оттуда, он проходит через каждый сферон и искажается. И когда он доходит до самой Земли, мы уже фактически получаем искажение нашей крови, искажение хромосомного набора, искажение нашего сознания, искажённое пространство. И то, что мы видим, это не то, что есть на самом деле. И поэтому мы все здесь как бы пленники и страдальцы. И из этого плена, вот я надеюсь, что скоро мы начнём все выходить, когда у людей откроется их память и через свою кровь. Потому что когда спрашивают, где, у меня тут кто-то спрашивал, а где живёт душа человека? Вот где она живёт? И я дала ответ, который звучит так, она живёт в крови. И когда наша кровь начинает как бы вот бунтовать и проходит через определённые фазы, то именно через кровь идут эти воспоминания. И мы начинаем воспоминать. Если вы не против, я просто, у меня столько много информации, что я бы вот хотела вам прочитать один мой стих именно в этом направлении, который носит в себе, это не совсем стих, вот когда его слушают и говорят, что-то это с Пушкиным похоже. Нет, это не Пушкин. Вот этот стих, он идёт из какой-то такой древности, когда уже произошла война, светлым силам, или там пришлось идти в схороны, прятаться и придумывать особый язык, сказы, которые, собственно, и стали сказками. И все образы, которые были когда-то, как вот царевна лягушка, там царевна лебедь, зашифрованы были в этих сказах, которые потом стали называться сказками. В каждой сказке образ, который там есть, обязательно есть некое, если правильно читать, заветное словечко, которое является ключиком. А этот ключик как бы открывает портал туда, куда нам нужно, к тем знаниям, которые постарались стереть, затереть, скрыть. Но все равно, несмотря ни на что, если мы душой своей и кровью это слышим, мы вот этим ключиком услышим заветное словечко, ключиком дверь открылась, и мы начинаем, и вдруг эти образы все, мы начинаем их видеть изнутри, и мы начинаем видеть этот мир, который был создан изначально, ту первозданную Землю, ту первую формулу, по которой были выстроены все взаимоотношения всего на Земле живого, и все там было разумным. То есть я уже, я не могу все это пересказать, очень много, это тысячи книг. Вот, конечно же, деревья были разумные, животные говорящие, как это все в сказках, да, то есть и все обладали разумом, и даже сам воздух, он тоже обладал разумом, все было разумно. Но когда Землю привели вот это состояние комы с помощью семи этих вот цепей, называется, помните, кот ученый ходит по дубу, там цепь. Вот дуб — это род человеческий, вот, и вот к этому роду мы должны прийти. А позволите вам прочитать один мой наговор, заговор, заговор. Хорошо. Могу, да? Вот такой вот заговор, такие стихи или заговоры, стихи и стихи и я пишу. Да, что такое стихи, прежде чем? Стих есть самое простое изречение и лишь начало остального обучения для того, чтобы заветным ключиком открывать определенные порталы разного времени и памяти человеческой. Вот такой стих, он несет в себе очень много чего, но, в принципе, это такой заговор, который я вот написала. Он называется «По щучьему велению». Все мы знаем сказочную щуку. Кто это такая? Что за веление такое щучье? Щука живет в какой-то другой среде, она не живет, она живет во водной стихии, но что такое эта стихия? Ну, вот такое вот «По щучьему велению, по моему хотению, с искусницей Марьей, свершим все дела, как-то делали в старе, с русскими народными сказками, шутками да прибаутками, на кобылочке гнедой мы поедем за водой. Воду вступит, а лочь станем день, станем ночь. Пригласим мы к воде тех, кто станет родить за Россиюшку мать, чтобы мать их узлою со двора нам прогнать. Эй, Иваны, от козлиного копыта головы все пьяные, на дне ума-то лежат, не нашедший деньжат. Хватит пить из копыта козлиного, хватит слушать вам звуки ослиные, ты, Алёнушка, встань, сердце чуткое не рань, ты, родная, не плачь, захлебнется твой палач, подведет его слово. Вон и плаха готова. Среди нашего двора ледяна стоит гора, кто к горе, той подойдет, тому руки-ноги сведет. А я от горы прочь пойду, изменю свою судьбу, стану трын траву косить, расплетенную косу носить. Ты коси, коси, моя коса, чтобы открылись все глаза, чтобы память словно клад изгнала весь сброд и смрад, чтоб сударушка цвела, ночью зимней не спала, чтобы совесть свою слушала, пищу грязную не кушала, чтоб братишка Иван осознал ложь, обман, а от мороки чтоб бежал, богатырский дух стяжал на Калиновом мосту, чтобы видел за версту, тщету, ложь и пустоту, а в смородинке реке бриллианты горят, молча речи говорят, изречения русские, тропы тайны, узкие, вон трояна тропа, не вольна теперь судьба, наговором русским вновь мы с тобой откроем правь. Мария искусница, вместе с ведущими, ведущими, так долго искуплений ждущими, вас поведет тропами тайными, заговорами не случайными, звуки гласные, да потайные, чтобы открыть все кладовые, от виду ручьи реки станут слышать человеки, а все грязные болота словно сказки про Федота, он, конечно же, Федот, только и Федот не тот, коли и Федот не тот, в черный камень попадет, отведу я боль, тоску, босуху, сурбур, доску, да во кровь зверину, да в глаза невинные, семьдесят семь костей, семьдесят семь суставов, страх сведу на удаву, сума разума сведу, потайную дверь найду, мне поможет, кот Баюн скроет память рыжий Нун, кот Баюн заговорил, двери настиж оттворил, сотру сословью, вековую пыль и склею треснувшие мысли. Вот в данном заговоре присутствует некая рыжая Нун и кот Баюн, это уж совсем такой рыжая Нун, это очень древний образ. Вот, Алексей, вы, допустим, знаете, кто такая рыжая Нун? Я вижу красивую женщину с рожеватым оттенком волос, боюсь даже предполагать, а вот ту самую не знаю. Не знаю, нет, это не имеет отношения к этому, наверное. Значит, на самом деле рыжий Нун, слово «рыжий» — это как огонь, огонь души. И этот огонь — это как такой мировой океан первозданный, в котором зарождалась вот вся вот эта божественная жизнь. Вот. А кот Баюн, ну, от слова «баюшки бою» — это тот, который мог заговаривать, мог убирать что-то и рассказывал кот Баюн сказки, сказы. То есть он зашифровывал те образы, которые хотел передать через века для того, чтобы мы с вами, когда уже дойдём до вот этого края, до которого дошли, могли с помощью этих образов научиться, как это говорят, вот люди мыслят категориями. Глупость мыслит категорично, и только мудрость так аллегорично. То есть это аллегории, которые позволяют нам не просто через нашу кровь открыть внутри нас какие-то такие вот, как это сказать, новые порталы. Ну вот слово такое подходит или нет, я не знаю, современное довольно-таки. Новые порталы, видения, а на самом деле какие-то каналы коммуникаций, которые приведут нас назад к нашим истокам утерянным. Допустим, вот все мы знаем и нас пугали. Нас пугали сказкой, в которой живёт баба, ну как бы баба Яга, да? В этом слове заключено очень много. На самом деле я, ягия, яга, йога. Это уже когда в Индии я побывала, я поняла, боже мой, так яга — это же йога, а там дальше есть слово «ягиня». А кто такая Ягиня? Что это за женщина такая? И дальше мы узнаём, что ягиня — это женщина, которая посвятила себя служению, служению высшему. Она всё время там находится в некой медитации. Вот это баба Яга. А ещё, а что за служение у этой яги? И дальше мы узнаём, что в Индии одно из древних таких ритуалов, и он же является славянским ритуалом, вы же знаете, что на Древней Руси никогда в жизни людей в землю не хоронили. А их всегда что делали? Ну, лодочку строили, клали на лодку и сжигали. А почему это делали? Зачем это делали? Вот нун рыжий — это же и есть этот огонь, с помощью которого сжигали. То есть получается, что когда человека хоронят в том или ином месте в землю, невольно, каким-то образом там же остаётся его следы, крови, как бы они ни засыхали, он будет постоянно возвращаться в это место и снова здесь рождаться, и у него не будет развития. Но если он сжигается, он может уйти сквозь вот эти сфероны высшие миры, и потом он сам может выбрать, если он является на землю, куда, где ему родиться. Хочет в Индии, хочет в России, хочет вообще не родиться. А когда в землю, здесь очень возникают большие сложности, потому что всё время получается какая-то магическая ловушка. Ты всё время опять назад возвращаешься, назад возвращаешься. В Индии, конечно, тоже никого не хоронят и там всех сжигают. А яги, на которых я присутствовала очень много, вот в последнее время я подружилась с такой всемирной семьёй Гайтре, которая в Харидваре находится под Гималаями. И там очень много таких ритуалов, которые являются просто реальными древними славянскими. Костёр, огонь, это является вообще вот как бы нашим признаком. И они разжигают костры, очень много людей. И когда они разжигают костры, славяне никогда не приносили вот как евреи в жертву там животных или что-то, или кровь, это вообще спаси Боже. И приносится в жертву, значит, туда льётся масло, ги называется, это сливочное масло, такое перетопленное, да, туда бросаются какие-то зёрнышки, туда там от кокоса какой-то кусочек. Но, зная эти мантры, прочитывая их, то есть, да, что такое мантры? Я уже сама всё предупреждала. А на самом деле я думала, а что же такое мантры? Вот что это такое? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Молитва? Что это? Что это? Оказалось, что мантры – это вот стихи, очень сжатые стихи. Да, так же, как стихи настоящие, не просто вот эти три татушки, три тата, села кошка на кота. Нет. А стихи, ну, такие, как я читала, ведь они отличаются от обычных стихов. Это же не эмоции какие-то, там, что я вот, «Боже, хожу, я мучаюсь с любовью, не знаю я себя, куда мне деть, такое вот случилось с моей кровью, не встать, не сесть и мне не лечь». Это одно как бы, да? Вот. Это не стихи, это просто переживание, которое человек выражает. А настоящие стихи, они содержат в себе или рождают в себе соединение воды, воздуха, огня, эфира, земли. То есть стихи, это взаимодействие со стихиями, которые приходят как живые существа во время написания того или иного вот такого стихийного существа. И я, написав данные, соединив такая алхимия, да, определённые стихии, создаю вот такой же сказочный некий образ Марии-искусницы, которая покидает меня. Я могу даже о ней не заботиться. Я ей говорю до свидания, иногда могу её призвать, и она идёт и делает то, что нужно. А я могу сидеть себе у окошка вот и смотреть на улицу, как баба Яга. Вот рядом ступа, рядом кот, рядом там сова и так далее. Вот это и есть Ягия. То есть Яга, Ягия. То есть Ягия – это когда я произвожу с помощью мандр, то бишь, определённых стихов над огнём определённые действия, с помощью которых создаю то или иное эфирное существо. Я взаимодействую с этим существом, и я ему могу сказать, например, уважаемая там Мария-искусница, «Построй мне, пожалуйста, завтра мост хрустальный между той рекой и тем берегом реки и этим». Просыпается Иванушка наутро, глядит, мост хрустальный-то стоит. А как это он возник? А во всех сказках, если вы знаете, присутствует три девятое царства, три десятое государства. А что это такое? Что это за такие царства и государства? То есть на самом деле, когда ещё не были построены эти магические ловушки вокруг Земли, все наши предки, естественно, запросто, так скажем, могли с помощью мысли своей перемещаться из одной точки Вселенной в другую и на любые планеты и общались с разными существами, которые жили в тех или иных мирах, которых называли, если к нам тоже прилетали, их называли иноземцы. Отсюда слово и на земле, и на земцы, и с иных земель. И можно было очень быстро, вы помните одну из сказок, что колечко достаточно одеть, повернуть, и ты уже оказался в другом месте. Там есть сказки, где вот царевна или кто-то, она была на одной стороне бережка, а потом раз, и вдруг оказалась на другой, потом раз, там. То есть успела, как говорят, дематериализоваться, разобрать себя на атом и быстро собрать и там оказаться. Или депортация по-современному называется. Всё это существует внутри человека. Так же, как внутри него существует и вечный двигатель. И все мы даже просто не подозреваем, что он у нас работает на всю катушку. Потому что, как только мы тоже сели у окошка или у огня, у костра, и вдруг у нас всплыли какие-то воспоминания, и мы вдруг вспомнили, ой, Боже мой, я помню, как в шесть лет-то я бежала по лугу, по траве. И вот ни с того, ни с сего, я уже смотрю, я тут сижу, большая Мария, а там маленькая Мария, так она уже бегает и по лугу, по лугу. Так вот, все вот эти сверхспособности, я сейчас, они все как раз и закодированы были в сказочных образах. Они были скрыты там, чтобы люди знали, что и ведра сами пошли, помните, Емеля там, да, со щукой, и она у него там, скажи там, и там, и все, и ведра пошли, и там он полетел, и сказочные волки, и все что угодно. Ну, мы можем вспомнить всех-всех вот этих героев, достаточно одного только вспомнить, сколько инноваций и изобретений было у Емеля, который ничего не делал, на печи просто лежал. А как это он мог так вообще? Только пошел рыбу там, а обычно третий-то сын, дурак, да, вот Иван дурак, у него-то все как раз и получается. Эти-то все работают, пашут, пашут, там они чего-то делают, а третий там, самый маленький обычно, лежит на печи, ничего не делает, а у него и ведра сами ходят, и лошади, и жарптицы к нему прилетают, сказочные. А что это происходит? Как это вообще? Где это? То есть, что нам сказки эти хотят сказать через данные сказочные образы? Но здесь же сегодня, когда мы уже знаем квантовую физику, когда мы знаем, какие есть уже инновации, и мы уже читали о них, то уже все эти образы довольно просто расшифровываются. Емеля не просто лежал и Иван дурак на печи, они мыслили. То есть, у них работали вот эти мыслительные процессы, которые работают у меня, когда я тоже сижу вот так у окошка, а я не просто сижу, а я при этом мыслю. А моя мысль улетать может куда угодно. А когда уже человек научается и открывает в себе вот эту высшую мысль, естественно, мысль — это не мыслишки, которые там говорят, что мне нужно покушать, одеться, денег заработать. Это вообще к этому отношения не имеет. Это первые два брата делают. А третий — это не делает ничего. Вот он мыслит. И в результате этого он открывает работу мыслью. И с помощью этой мысли и плюс стихий, и плюс мантр или вот этих стихов, соединения, то есть он проникает в сущность материи глубоко. И плюс притягивает духовное знание. И таким образом у него достаточно, если очень сильно Емеля очень долго лежит на печи, очень долго, а Илья Муромец 33 года лежал и 3 месяца. И вообще уже дошёл до того, что вставать-то не мог, но при этом у него уже здесь работало. Внизу, может, не работала головка, а здесь-то работала голова, светлое, чело века. Работало вот это чело. И кальки перекатные подошли, дали водички попить и встал, и всё вспомнила, что такое водичка. Водичка – это такая, как сейчас, можно сказать, компьютер, в который можно записать всё, что угодно. Почему там наговаривали над водой? Над водой можно сказать воде всё, что угодно. Вода, вода, унеси, моя беда. Да? Или водичка, водичка, умой, мой личико, чтобы глазки блестели, чтобы щёчки горели и так далее. А можно ещё какие-то вещи наговаривать, как хорошие, так и плохие. Наговорили кальки перекатные в воде, сказали, что ей надо сделать. Она вошла в Илья Муромцева, тот встал, и всё. И у него начались его героические подвиги. То есть вот эта сила, которая на самом деле, простите, я не хочу никого опять обижать, в христианстве отвергнута целиком и скрыта. Это сила Матери-Земли, то бишь она называется «Мать-богиня», а также она называется «Энергия творения воплощения». Это «Мать-богиня», да? А в индийских ведах я нашла, что её зовут Парвати, она была женой Шивы, и есть её, у неё 300 тысяч имён, и в разных народах 300 тысяч не перечислишь. Это те, что помнят разные имена, но на самом деле это и есть сама природа. Она не только в деревьях заключена, она вообще во всём космосе. И с ней-то, а вообще вот сейчас уже говорят, «О, это ноосфера, хорошо, пусть будет ноосфера, эфир, эфир». А с ним-то можно взаимодействовать. И вот задача-то человека оживить сегодня эти сказки, понять, что это за образы, открыть их и через них выйти на взаимодействие с живым эфиром, который очень разумен, даже, я бы сказала, сверхразумен. Вы знаете, вот у меня любимым фильмом был, в 79-м году я первый раз посмотрела его, фильм Андрея Тарковского, «Сталкер». Это удивительный фильм, в котором рассказывается, ну там как бы придуманная история, что на Земле появилась некая зона. На самом деле, это зона высоких духовных энергий. И вот в эту зону там сталкер, так называемый проводник, вводит людей разных. Он ведёт их к заветной комнате, где может исполниться все их мечты. Вот всё то же самое, что к Бабе Йоге прийти в избушку, что к заветной комнате в зону, кто на что, но всё одно и то же. Если вы помните, что в лесу живёт себе так называемая Баба Йога, которая делает яги, у которой много чего есть, и она стоит, как бы почему говорят, она стоит, избушка у неё стоит на границе миров между миром мёртвых нами и миром живых. И каждый приходящий к ней, когда в мире воцаряется зло, а что такое зло? Вот там обычно представляется перед нами дракон, да? Он бывает о семи головах, по-моему, о восьми, может, даже двенадцати доходит, до такой степени вырастает. Кто такой дракон? Если вы очень внимательно, я уже сейчас не могу вам всё там раскрывать, эти тайны, да? Если внимательно будем за этим следить, то мы поймём, что вот сейчас у нас в мире родился в России дракон. Дракон – это система. Система – это система государства, управления, система управления. Вот когда строится государство, вот был развал, и потом начала строиться новая система и социалистическая, как в некую другую. Она же строится как словами, пишутся какие-то законы, указы, там что-то такое, пишутся какие-то, создаются бумаги, магия тоже, да, бумага, от слова магия. Вот создаются магические такие вот всякие проводятся ритуалы, пишутся они, подписываются, печати ставятся. В результате этого происходит взаимодействие вот этой бумаги и вот этого написанного и сказанного, этих печатей с эфиром. И эфир выделяет на всё это свою субстанцию, свою энергию. За счёт этой энергии вырастает, так же, как я говорила, вырастает некий эфирный образ, некое существо. Почему говорят «раздраконили», вот драконские законы. И это существо описали как систему государственного управления, которое является негативной и которое мучает людей. Её описали в сказках как дракона. Когда дракончик маленький, ещё всё как бы хорошо. Вот у нас ещё 10 лет назад, возможно, дракончик только начинал расти или там 15. И было всё замечательно. И как бы люди даже улюбовались. Ой, какой хорошенький. Там крылышком махнул, там полетел, там ещё чего-то. Но вот дракон вырастает. У него начинают вырастать какие-то головы. Две, три, четыре, пять. И дальше это уже начинается Душилова, который начинает выдавливать, грабить народ, сжигать всё и приносить беды народу. Вот. И тогда должен появиться народный герой. Как угодно его можно назвать. Но мы будем его называть Иваном. Да? Просто вот Иван и всё. И этот герой, его сила, он должен создать, также лежать на печи и ничего не делать. Только такой герой способен противостоять дракону. И с помощью также своей мысли создать некий новый плазменный образ, который будет противостоять драконскому образу. И вот дальше вы помните, что чтобы сразиться, у него нехватка идёт, ему нужен меч-кладенец. И вот он куда идёт? Он идёт в лес искать эту самую бабу Гигу и её избушку. И когда кто-то приходит к этой избушке, ему указывает кузнец, путь, ещё кто-то. Ну что такое кузнец, да? Это тот, кто куёт судьбу. То есть какие-то там предсказатели, пророки, ему говорят, ты избранный, ты должен идти там, иди ищи. И он идёт и ищет. И вот он приходит к некой тоже там куда-то. За мечом-кладенцом. А там сидит себе девица, красавица, которую зовут Бабой Ягой, потому что боятся, но она же сидит где-то там. И она, какой вопрос она задаёт? Вот очень важный момент этому будущему воину, который будет сражаться. Я не буду сейчас о Георгии Победоносце, со змеем. Вот она ему что говорит? Ты, он начинает её что-то спрашивать, мол, где тот меч-кладенец, дашь ли ты мне этот меч, поможешь ли ты мне и так далее. Она его спрашивает, ты от дела мытаешь или от дела пытаешь? Всё это означает, что ты бегаешь от дела какого-то своего и сюда припёрся, условно говоря, чтобы мне тут мозги парить и что-то мне, значит, чтобы спрятаться там от каких-то долгов кармических и прочих, которые преследуют. Или ты действительно всем сердцем своим хочешь для своего народа сделать что-то такое, освободить его? И когда она понимает, что да, она говорит, я тебя буду испытывать. И будучи, испытывая его, естественно, кто такая йога? Она обладает бабой-яга. Раз она живёт на границе миров, и там проходит речка Смородин. Что такое Смородин? Это смерть. Это с мерой, значит. То есть она тебя будет мерить. Она будет измерять, насколько ты чист и насколько действительно ты готов на подвиг этот серьёзный. И она посылает этого человека, то есть она погружает его в мир своих образов. Он должен, по идее, перед ней сидеть. На самом деле, что на самом деле происходит, когда он приходит к ней, тот, кто нужно? Ну вот так, как мы с вами. Вот сейчас я тебе говорю и говорю и говорю, Алексей, да? Сидит такая баба-яга и говорит. А тот знаний набирается, набирается. Она говорит всё глубже и глубже, глубже и глубже, всё дальше и дальше в прошлое. И погружает его в мир Нави. И погружает до такой степени, что крыша, я по современным языкам буду говорить, крыша у него съезжает напрочь, у него сносит крышу, там ещё один момент есть. Когда она начинает его спрашивать, зачем ты, добрымолву, себя пожаловала, дело летаешь или дело пытаешь, он говорит, ты, прежде чем меня спрашивать, накорми, напои, в баньке выпари, а вот потом спать уложи, а вот потом и спрашивай. То есть здесь у них здесь ещё происходит взаимообмен, а она ему, а потом он ещё, и она его погружает вот этот мир через то, что она его почистила, переодела, подготовила к миру Нави, накормила, подготовила к миру Нави и спать уложила. И уже после этого только она его туда отправляет. Куда она его уложила? Но мы закроем эту тему, потому что эта тема как бы такая, она занавесочкой закрыта. Какие отношения завязываются между так называемой Бабой Его и вот этим человеком, будущим, который должен сразиться с целой системой? Это не Навальный, который там пытается поднимать, да, вот эти вот, вот, это нечто другое. И мы закроем эту тему взаимоотношений, что там между ними происходит. Это эта тема закрытая, это тайна. И дальше, когда всё это происходит, она его погружит, сносит ему крышу, он погружается в этот мир и туда через, опять, через определённые слова ключи, он туда проникает. И он находит определённые вещи для себя, которых ему не хватает в прошлом, да, то есть он как бы открывает своё прошлое, но мало-то он возвращается оттуда, когда к ней, он ещё и ей какие-то приносит знания, то есть он не даёт ей что-то, не платит деньги, «Слушай, я тут с тобой жил, тебя любил, у нас вообще тут всё хорошо было, вот сейчас вот спасибо тебе, там всё такое». Да нет, он приносит ей тоже определённые знания, и она от этого тоже обогащается. Но, конечно, и у него появляется та сила, это же не просто меч, да, что такое меч. Вообще, вот в языке определённом меч — это слово, язык. То есть меч обоюдоострый — это когда человек, вот пришёл он к ней, добрый молодец, а вышел оттуда, у него есть и добро, и сила зла, и он может владеть и силой слова настолько сильной, что его слово может разрушать и может созидать. То есть он получает все силы, на самом деле, Бога Шивы, потому что Бог Шива танцевал, а там всё рушилось. Что-то слово сказал, а там землетрясение начало. Он получает эту силу по достоинству, потому что он её в нужный момент, в нужное время правильно применит. И дальше он с этой силой, именно с силой слова и силой мысли, он уже идёт к системе, и он уже встречается с самой системой. Я могу сказать, что на сегодняшний день, это так уже, по моему, так скажем, я встречаюсь периодически с людьми, которые очень глубоко завязаны в системе. И они выполняют те функции, вы же знаете, что сегодня очень много таких структур, которые уже делают очень разрушительные действия. Ну, допустим, там судебные приставы, вот эти все какие-то военные, которые там, да, которые, собственно, вот разгоняют что-то, кого-то хватают, хватают, избивают. Это же нужно не иметь уже сердца, потому что, если ты отец, разве ты возьмёшь ребёнка, ударишь? Нет. Но ты уже… А почему дракон формируется? Каждый человек становится как бы частью этого дракона. Кто-то лапкой, кто-то коготком, кто-то чем-то. И когда система уже полностью сформирована, вот перед вами дракон. На самом деле сегодня, я не буду скрывать, он уже есть, он пред нами есть. И тот, кто сможет увидеть и единым взором охватить всё то, что происходит, и вот этим вот своим взором, он может увидеть это нечто, что уже сформировалось. Оно находится на невидимом плане, но… Вот я тут недавно совсем даже по телефону разговариваю, ощутила через одного человека ну такую разрушительную силу, что, знаете, я вот ему даже сказала, слушай, ты можешь быть помягче? Вот он говорит, а у него голос как битое стекло, железом по стеклу, то, что я не перевариваю, да? То есть там нет души. А сами слова, они вибрируют так, как будто буром вот этим вот асфальт дробят, да? Вот это вот. И ты держишь это. Вот такая уже сила выросла вот в самой системе. И сама система уже стала разрушительной. Она стала разрушать не только там народ, но она и саму себя будет разрушать, потому что зло само себя всегда поедает. И в этот момент появляется кто-то, кто начинает работать с этим со всем. Вот, конечно же, Иван, как таковой, это тоже непростой там один человек, это человек, который вместил в себя весь народ. То есть это коллективное некое сознание. Один человек просто сам по себе ничего не может. А чтобы появилось коллективное сознание народа, нужно, чтобы народ на какой-то одной мысли был уже объединён и не подозревал, что кто-то враг, кто-то ещё не… Вот сегодня народ ещё не объединён наш. То есть и тогда дракон говорит, там, да, не родился ещё такой, Иван, который может меня победить, не родился. Но он рождается не как мальчик физический, это всё придумки, глупости. Он рождается как некое тоже невидимое существо, которое объединяется тоже в коллективное, некое, вот можно сказать, силы тьмы замыкаются, как электрическая сеть, да, и уже всё вот работает. И силы света также должны объединиться. И когда они объединятся, только тогда появится вот этот вот герой. Но этот образ, это великанский образ, это очень большой, он может доставать там до, вот, как это сказать, до млечного пути такой большой может быть. Потому что это ведь соединяется не только сегодняшний народ, а это соединяются наши все роды и предки. То есть когда мы через кровь свою пробьём дорогу в эту надь так далеко к тем самым предкам, которые, вот часть из них закованы под в Арктике, я уже говорила, и льды тают, и я знаю точно, что сейчас они начинают освобождаться. И тогда мы с ними соединяемся, и всё это происходит на невидимом плане. Никто этого не видит, никто этого не знает, кроме тех, кто знает. И когда это тоже вырастет, этот Иван, который может противостоять системе, это коллективное осознание, вот тогда он выходит на битву, ну, как вы знаете, как это всё происходит, он одну голову отрубает, то есть он поначалу не понимает, как с этим совсем разбираться. И вот все эти попытки там пока каких-то вещей, что чем больше бунтов, тем больше крепнет система, потому что она совершенствуется, она умная, она развивается, она осваивает эти приёмы и придумает более хитрые вещи. Например, сегодняшний день является очень показательным и замечательным, потому что мы видим, как на основе всяких таких бунтов и всего такого, какого-то, то, что кровь уже людей бунтует, они уже не могут терпеть, некоторые, вот они выступают, мы видим, как ведёт себя система. Если на начальном этапе, например, какие-то были первые там бунты и выходили и делали так, одни люди кричали, допустим, против чего-то, допустим, против беда, мы против чёрного, другие кричали, а мы за чёрное, это были подкупленные одни, другие были настоящие, и все друг друга перекрикивали, то сейчас стали делать совершенно по-другому, сейчас стали ставить спектакли, реальные спектакли, то есть в разных местах разыграют фантастические спектакли, которые просто заранее готовятся. Я вот даже наблюдала там одно такое, я просто умирала со смехом, потому что, допустим, пока народ там пытается что-то выразить, какие-то свои там праведные, допустим, мысли, в это время подготовленный некто, какой-то гей, залезает на какой-то фонарный стол и выкидывает свой гейский флаг. В это же время, в доли секунды, какие-то бабушки появляются с красиво написанным плакатом, очень ровными буквами, вот успели написать за доли секунды, понимаете, как это здорово, и они тут же выставляют плакат, но там мы против, допустим, геев или против зелёных, синих, неважно, то есть это уже заранее флешмобы, приготовленные заранее, то есть ещё что-то там произойдёт, ещё более изощрённо будет, и постоянно, как известно, когда попытка отрубить одну голову, вырастают две, две отрубили, четыре, шесть, и невозможно так справиться. И в какой-то момент, вот этот наш герой по сказкам начинает понимать, что таким путём идти нельзя, и тогда он находит другой путь. Помните, какой там путь? Он связан с чем? Он отсекает, что у него. Ну, там есть разные варианты. Да, а, там много. Отсекает, в одном случае, он отсекает тот палец, которым он прижигал голову, и там вырастало что-то. Где-то там есть волшебная булава, которую он нажимал там куда-то, и так далее. Там варианты есть, но самый распространённый – это палец, который прижигал, и заново вырастали голову. Да, да, да. То есть он находит вот этот элемент управления, знаете, как программист бы сказал, он находит ту болевую точку в программе, с помощью которой можно уничтожить всё программное обеспечение. И он это находит. Потому что система – это и есть, на самом деле, программа. Скоро будут компьютеры, у которых не нужно будет ни мышей, ни вот этого всего. Мыслью будут делать. То есть уже нам открывают это всё, что на самом деле вот это всё, и этот дракон – это программное обеспечение, которое… А всё это называли раньше магией, ну, а в общем-то, на самом деле, это работа с эфиром. Чёрная магия, белая магия и так далее. Только против народа, если народ пользовался магией, всегда были гонения, а там наверху все всё знали давным-давно, и всем этим не то, что пользовались, а у них очень мощные, разработанные всегда были технологии. Вот вам раскрытие сказочных образов. Ну, есть ещё один такой тоже сказочный образ, когда Георгий некий победоносец убивает змея, да? Помните, на лошади. Ну, вот навсегда есть очень иконы, на иконах это, правда, рисуют. Это всё переделанное тоже, перетащили уже дальше. Это мы, как это, вариации и копии на темы. Но там есть интересный момент на одной из… не на всех, конечно, картинках, но на одной из картинок, как Георгий победоносец на самом деле убивает змея. Там где-то вот сзади стоит царевна, а у неё шарфик. И она завязала шарфик на шею змею, и тот покорно за ней идёт. Пока он идёт, в это время, значит, Георгий победоносец убивает легко змея и без проблем. То есть это говорит о том, что здесь включается, кто такая царевна. Что такая царевна? Это мы говорим «царевна природы», и мы опять говорим о некой энергии природы, которую мы пока с трудом знаем и которая подчиняется тайному словечку. Не обычному слову, а тайному словечку и тайному некому заговору и каким-то тайным мыслям, которые сокрыты от обычного глаза человеческого. Вот. Какие ещё? Какой ещё герой вы хотели бы взять сказочного? Ну, мы не берём там этих Аленушков, принцев, ведьмов. Там много очень, всё понятно. Там борьба добра и зла. Вот. Мне тут, кстати, понравилось. Можно отклонение маленькое сделаю? Вот есть такая, это уже сказка современная, почти про красную шапочку и волка, да? Ну, есть про колобок, есть там что-то. Понятно, что вот такой колобок, земля там и так далее. Уже всё расшифровано. А вот красная шапочка и серый волк. Вот она в лес пошла, волка встретила, он ей лапши на уши навесил, я уже перевожу кратко. Она сама его отвела к этой своей бабушке, он съел и бабушку, и её пришли охотники, и всех спасли. Вот. И у меня есть один знакомый режиссёр, который посмотрел за моей жизнью и на вариацию на тему Мария Карпинская сделал новый фильм, который так и называется «Красная шапка». Вот. В которой вдруг красная шапочка, она разговаривает с своей матерью и говорит, да не пойду я в этот лес и не понесу эти пироги бабушке, ты чего не хочешь пироги отнести? Она говорит, мама, это для тебя этот лес безопасный, потому что ты, как это, вторичная героиня, ты второстепенная героиня, а я главная. И когда я иду каждый раз в этот лес, со мной случается всякие, всякие много, куча неприятностей, я больше не могу туда ходить, понимаешь? Ну, та не понимает её, естественно, хотя та пытается объяснить, что там всё время с ней происходят какие-то вещи. И всё-таки она обижается на мать и уходит в лес. А там она встречает волка опять, и волк уже говорит ей, ну, что ты опять пришла? Ну, что ты опять? Вот ты меня уже замучила. Она ему говорит, замолчи вообще. Видишь, нас какие-то авторы опять изменили сюжет, и мы с тобой опять попали в дурацкую ситуацию. Вот этих авторов, и среди них не все хорошие, кто попал, что попало, пишет. И дальше они там, значит, вместе идут уже, и вдруг появляется летающая тарелка, и, значит, волк, по-моему, красная шапочка говорит, по-моему, это уже Уэллс. А тот говорит, да нет, это кто-то там, ещё там кто-то из фантастов. Это они уже придумали эти тарелки. Вот надоели-то. Дальше тарелка спускается и требует красную шапочку и волка для экспериментов пройти в тарелку. На что красная шапочка отвечает, что я иду к бабушке и несу пирожок. И вашим требованиям подчиняться не буду. Она как бы пытается изменить сюжет своей судьбы. Естественно, те пытаются захватить, эти убегают, и вдруг у них оказывается на полянке самолёт. Они садятся в самолёт, поднимаются высоко над тарелкой, она достаёт гаечный ключ и кидает в тарелку, разбивает её. Эти улетают несчастные, а волк, значит, садятся на поляну перед домом бабушки. Волк счастливо кричит, мы свободны, слышишь? Мы теперь свободны, мы птицы. Она говорит, да, птицы. Это всё Ричард Бах, чайка за Натан Левинстон. Это он. Почему я знала, что я приду на эту полянку и там будет стоять этот самолёт? Потому что всё это придумал автор. Так вот, для чего это я говорю? Есть такие авторы-сказители, и мы это уже сегодня знаем, которые, когда пишут что-то, а потом уже учёные изобретают на самом деле. Если мы возьмём Жюль Верна, 20 тысяч льет под водой, то и сказки многие туда же. То на самом деле потом учёные вдруг открывают то, что написали сказители. Ну, если это сказитель Кот Байон, то это хорошо. Ну, если этим сказителем оказывается какой-нибудь автор, который написал про Звёздные войны или ещё про что-то, это очень плохо и про тарелки. Потому что он написал, люди прочитали, поверили, и это появилось. Вот как устроен на самом деле наш мир. И поэтому обижаться, конечно, на то, что мы сегодня живём в таком невероятном мире, можно обижаться только на самих себя. Потому что своим сознанием, непонимающим, неосознанностью, особенно вот писателям, вот к писателям особое требование, и по этой, в кавычках, которые понаписали всякой ерунды, их больное воображение народило всякой всячины. И теперь это уже начинает появляться, материализовываться в нашем мире. Но я бы не хотела, чтобы все уроды, про которых они писали, зелёные человечки, серые какие-то, вот эти вот все, чтобы они вдруг являлись живьём мне в моей комнате, например. И потому я имею ту силу, с помощью которой я всё это могу прихлопнуть просто. Поэтому режиссёр, посмотрев на меня, испугавшись, и сделал вот такой фильм, показал меня как красную шапочку, которая управляет не только волками, но она управляет и летающими тарелками. И то, что нужно, у неё появляется в нужный момент. Итак, я хочу подвести итог. Опять раз уж славянское радио. И мы говорим о славянах, о тех людях, в которых течёт древняя кровь, память древней крови, того первозданного мира, мира Творца, Создателя, который мы когда-то там были и все мы любили, то вот этот мир мы сегодня можем сами вернуть снова. И для этого не надо выходить, простите, на площади, бунтовать, ещё что-то, глупости всякие делать, проявляться во внешнем мире. Может быть, для этого нужно сидеть на печи, но печи нет сейчас. И может быть, в одном направлении, в понимании одном, начинать думать. Думаю. У меня есть мысль, и я её думаю. И эта мысль приведёт нас к тому состоянию, в котором мы когда-то были. И когда наши тела, физические тела, обладали многими возможностями, они могли жить и под водой, мы могли и летать по воздуху, и превращаться в комара, опять же сказка царя Салтани, помните, да, в ведон. Раз превратился то в комара, то ещё в кого, да ещё ужалил там кого-то. То есть мы обладали невероятными возможностями, потому что нам природа потворствовала, и она была вместе с нами заодно. А когда нас отсоединили от природы на протяжении вот этих всех 12 тысяч веков, тысячелетий, уничтожали нашу память, стирали всё, что можно только, убивали, стирали, убивали, стирали, подсовывали какие-то иноземья, подсовывали нам какие-то тарелки с зелёными человечками. Сейчас мы вас будем исследовать. Ух, как я на это злюсь! То, конечно же, многое поменялось. Но мы можем всегда вернуть это, потому что память крови остаётся, её не вытаришь. И пока будет существовать хоть одна маленькая сказка, хоть одна, через эту сказку можно выйти на все остальные сказы, встретиться с котом Байёном, встретиться с океаном любви, имя которому Рыжая Нун, встретиться с Бабой Ягой и с кем угодно встретиться. Но очень помогают нам восстановить нашу память не только наши сейчас славянские боги, которые очень помогают индийские знания. Потому что у меня такое ощущение, что как бы знания взяли и раскололи на две части, сердце раскололи. Одна половинка сердца живёт у нас, а вторая живёт в Индии. Вот почему я и мотаюсь между Индией и Россией, и всё думаю, и всё сшиваю это сердце. Правую половинку притягиваю, к левой, чтобы сшить, чтобы получилось целостное нечто, чтобы мы получили полное знание о добре и зле, и о том, как эти силы действуют, и что они, как они манипулируют. Если о зле говорить, который совершенствуется, то сегодня манипуляции эти достигли максимума. Но, опять же, кто хочет узнать, надо обращаться ко всем знаниям. Допустим, меня давно интересовали в Торе и в Кабале есть такое понятие, как хуцпа. Хуцпа — это вот такое понятие, которое вообще изобретено неизвестно откуда, но это такая ложь на лжи, и ложью погоняет, и ещё 35 раз ложью погоняет, и на каждую ложь ещё придумано 45 тысяч лжей, и уже оттуда просто никогда не выйти. Вот наш мир опутан вот этой хуцпой, вот этой ложью, чтобы добрать. Это как паутина уже всех нас запеленало. Но мы же можем выйти из этой паутины и идём путём тайной тропой Троянов. И нам природа-мать всё подскажет, и сказочки нам помогут. Но я не знаю, много ли я времени вашего заняла? По-моему, много. И даже ни разу, Алексей, вы мне не задали ни одного вопроса и не остановили вот эту вот рыжую женщину, потому что она ещё может 5 часов разговаривать, но время-то уже истекло у вас. Потому что я так понимаю, что у вас всего один час. Значит так, отвечаю по порядку. Приятно всегда поговорить с умным человеком. Вот я таким образом общаюсь. Я слушаю. Это первое. Во-вторых, время наше нестекло. До следующей пятницы я совершенно спокоен, совершенно свободен. И во-вторых, у нас не час, а у нас больше времени. И мы можем говорить 3 часа. Но поскольку первый час уже прошёл и правильно отметила, то я предлагаю сделать музыкальную паузу небольшую. И чтобы у наших слушателей и зрителей Народного славянского радио и канала Ютуб немножечко мозги на место встали, уже вопросы в чате появились и из Ютуба, и из нашего чата. Хотя крыши уже нету, всё, снесли. Да, ну в общем, чуть-чуть на место. Вот, и где-то через 4 с небольшим минутки мы вернёмся назад и послушаем песню, поскольку по сказке говорим, «Добрые сказки детства в исполнении». Мало сейчас кто знает такого исполнителя и композитора прекрасного Евгения Мартынова. Угу, с удовольствием. Нашим зрителям канала Ютуб напоминаю, что музыку в Ютуб мы не транслируем. Так что ходи слушать музыку, прощайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 друг друга а сестры начинают завидовать и они вставляют в окно через которое якобы появлялся финист ножи стрелы но и всякое во что можно пораниться и в этот вечер настенька очень сильно устала а поскольку на хозяйство на себе вела не вздремнула финист прилетел и бился в окно но не мог попасть рассорапался всю грудь и конечном итоге громко крикнул коли люб я тебе найдешь ты меня затрить земель ну и так далее как все и положено и улетел настенька услышал этот голос проснулась но уже было поздно он улетел и увидела что натыканы ножи натыканы стрелы крови много она умылась крови стал еще прекрасней и потом она решается на подвиг искать своего суженного финиста и отправляется в путешествие и тут самые сильные разочтения по всем трем сказкам в одном случае она идет к кузнецу который ей кует железные сапоги несколько штук железных посохов несколько штук железные хлеба несколько штук в другом там случае там еще чего-то шапки там ну там много вариантов и вот да и вот совсем совсем сильно расхождение начинается следующем что в первом случае она идет по земле изнашивает все эти сапоги изглодалась эти хлеба источились эти посохи в другом варианте она отправляется на летающих кораблях которые ее переносят земли на землю и там она встречается с разными интересными персонажами богинями которые помогают ей различными способами дают ей за ее доброту и услужливость и доброе сердце какие-то приспособления то они дадут ей то что там вышивает само то яблочко которая покатается то наперсточек с иголочкой то еще чё то еще чё то кудель там очень много чего дают вот и конечном итоге она земли на землю путешествует под этой одной богине к другой богине к сестрице то от жили там еще к другой тогда там целый перечень очень интересный и конечном итоге достигает земли где находится финист но он уже якобы женился и на какой-то рыжий волосый девицы да это его дурманом поэт и он не узнал настеньку а настенька уже совсем осталась без всего поэтому она на этих летающих кораблях все свои железные сапоги износила хлеба изглодала но понятно в космосе еще у нас едят да и выдавливают из тюбиков поэтому ничего из удивительного нет вот и осталась без всего и устроилась работать за хлеб и за еду за доброе слово и вот благодаря этим подарком она попадает конечном итоге у служанкой уже в дом и упрашивает хозяйку чтоб то разрешила мух отгонять от спящего финиста и вот третью ночь у когда начнут она все подарки отдала кроме одного который помог ему и в конечном итоге пробуждается узнает ее они возвращаются к себе в общем там целая история целая сказка такая но вот вы если в земном варианте упрощенным по афанасию насколько помню там она походила все нашла вернулась на земле на никуда не улетала а вот в варианте более расширенном она между землями за 3 земель то есть за 27 земель от нашего ерела солнца путешествовал в общем там целая история интересная вот и получается что становление такое интересного интересная духа настеньки происходит и путешествие по богиням и там с богами встречалась и много чего и рассказ о том что наши предки между звезд оказывается летали вариант да все понятно вот смотрите получается так что финист ясный сокол это на самом деле то что я боялась сказать создатель да это бог создатель который как раз попадает в сложную ситуацию во время войны 12 тысяч лет назад и вот я говорила закованы да то есть бог был низвергный значит а мать богиня форме земной женщины настеньки не сходит на землю и дальше начинается ее путь вот они встретились потом снова и путь восхождения туда наверх к нему к создателю чтобы пройти к нему она проходит разные земли и это необходимо сделать встречается с разными богами думаю господи вот сижу и слушаю неужели это про меня неужели опять про меня вот у меня есть такая какая-то странная особенность простите это такая скромная скромная простите меня люди добрые простите меня люди добрые вот слушаешь иногда на свою жизнь смотришь и думаешь блин даже так опять что ли про меня ну это конечно я шучу но на самом деле вот отмечается наверное пути женщины которая является собой не совсем земного человека а я человек который очень люблю землю но внутри меня все время жила с детства тяга к небесам всегда и в шесть лет сейчас прямо признаюсь ну пусть кто-то осудит опять шесть лет когда меня спросили там будешь ли ты девочка замуж выходить я говорила нет не буду почему а потому что я буду замужем только за богом сказала им шесть лет вот и той поры у меня вот вот это вот засела внутри этой головы и я все вот на почему я искал моталась по земле искала все они то что 7 7 посохов и стерла но я правда по планете земля моталась где только можно и израиль весь исходила пешком и индия все обошла и все это поисках чего-то то есть вечно чего-то искала и если по-честному мой поиск до сих пор продолжается я и никак не остановлюсь а потому что жажда знаний и какой-то вот у меня даже есть как мне познать когда ему с ним разговаривать у меня стихи все многое с богом разговор как мне познать твои ограничения как мне приблизиться к тебе то есть у меня вообще дамся большая часть моих стихов это еще такие либо скандалы с богом либо разговоры с ним то есть и уж прям с ним прям прям живешь как будто под одной крышкой как муж с женой скандалы любовь разборки лет я ему объявила войну понятно все скромненько у тебя понятно ты все на пути к богу да так это путешествуешь путешествуешь а вот и говорит слушай ты в себя то загляни внутри я тебя нахожусь не говорил тебе такое нет нет но знаешь ли а дело в том что это внутри и снаружи это как бы одно и то же продолжение мое внутреннее ведет мое внешнее меня во вне потому что я вдруг внутри то что вижу мне нужно найти подтверждение а где это на самом деле находится на земле и тогда я начинаю беру посохи и вперед и вот про меня и говорят что я человек очень активный все но а дело в том что мария вот она в том плане вот опасно что сегодня она здесь а завтра может на северном полюсе оказаться и не надо удивляться и там с пингвинами что-то о чем-то разговаривать понятно не только с богом и с пингвинами тоже надо поговорить ясно давай тогда вопросы будем дальше задавать андрей иванченко из ютуба здравия вопрос эфир что вы думаете о регрессивном гипнозе о информации получаемой с помощью него благодарю за ответ вот слово регрессивные для меня так знаете многое я не знаю наверное простите гипноз то понятно это возврат туда в прошлую жизнь а в прошлую жизнь то есть это называется что-то что вы думаете из прогрессия вперед и есть регрессия на автор 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 а почему гипнозом называется но воль в гипнотическое состояние водят человек обращается видимо куда-то да да человек вот ложится или сидит ему говорят смотри сюда сейчас мы будем делать это человек погружается в гипноз а дальше его направляют в какое-то там из прошлых жизней он оттуда начинает что-то говорить записывать за ним потом просыпается говорит ухты а чё я говорил ему все рассказывает нифига себе вот это я вот алексей я вам сейчас скажу честно что я конечно вот таких вещей немножечко побаиваюсь хотя ничего не боюсь но когда кто-то тебя куда-то вводит может это ввести не вернешься вот то есть тут надо очень так как-то доверять тому кто тебя вводит в это потому что здесь какие-то такие затрагиваются вещи подсознательные что можно что-нибудь так нарушить что потом и про и будущем изменить все и как это сказать все пополомать вот я не знаю по этому отношению меня дело в том что я всегда входила в прошлое своей жизни сама то есть как это сказать за счет словечек тайных да то есть слышу где-то словечко вот я вам сейчас скажу одну вещь у меня есть такая тайна я действительно вот прямо считаю себя замужем за неким таким и какого вот в год солнечного затмения у меня как вот я стала чувствовать что я имею связь с арктикой да и я там порой я погружаюсь и вот вижу себя что я подо льдами лежу и вот всякие такие вещи странные происходили и я все время отслеживаю что же происходит тут у меня больше все арктика интересует не антарктика арктика что там происходит как там и вот вот я там и вот вчера что ли позавчера еду и все время меня интересует тот там великан который ну дух которого восстает и вдруг я слышу какую фразу сидит сзади меня человек в автобусе говорит атлант расправил плечи все для меня это сигнал я поняла что ага вот она подсказка то есть на каждом шагу я конечно слышу подсказки но погружение с помощью других людей меня пытались погружать как же это называется ребенкинг по моему привели вот и я хочу сказать что а потом еще школа бронникова такая есть я туда пришла меня там начали что-то со мной делать я как погрузилась что потом еле выгрузилась и погрузилась я в средние века и потом я месяц целый не могла выгрузиться или больше и у меня появились такие я просто жива вот в 15 веке во времена жанны дарки вот этот весь костер и все такое и я так переживала за все за это что я ходила плакала что со мной только не происходило однажды потому я так боюсь я поехала в египет там со мной тоже куча чудес произошло и один человек просто подошел ко мне и говорит можно я вам сделаю подарок то есть очень странные вещи и я почему-то не не обратила внимание он не подарил серебряную цепочку на ней была буква а какая-то такая вот наша вроде как я и он у меня и сам зацепил приехала я в россию а у меня начались такие явления вот я куда-то погрузилась вообще в такие времена вот эти египетские если вам рассказывать про это тоже не хватит тысячу ночей и дней вот и слезы мои вот лились до бесконечности я плакала плакала все плакала и думала что же это такое и у меня было ощущение что это не я моя душа куда-то улетела и я назад никак не могу вернуть сколько ни кричи и мария возвращайся назад она там застряла вот и пришел один как ни странно вот бывает даже такое пришел один вроде бы священник какой-то такой ну сотни в священнике пришел и вдруг начал петь какой-то по какую-то песню народную и вот пока я вот эта песня еще тут у меня был мой администратор саша пока эта песня звучала вдруг мои слезы стали высыхать и вдруг я вот так автоматически раз и этот вот штучку сняла себя и вот раз как будто и все я здесь я вернулась и перестала плакать вот я потом поняла что вот эти все люди которые погружают гипноз ну маги назовем их да они могут тебя использовать извините просто погрузить куда-то за отобрать твою энергию души у каждого человека его энергия души находится не только здесь она ведь находится во всех его веках временах и народах и это огромный источник энергии и все это как банк да у меня в банке лежит много денег допустим там миллиарды у меня в банке лежит много энергии души и вдруг появляется какой-нибудь такой маг шмак который говорит давай ка я тебя погружу твои прошлые времена и пока я там погружалась он у меня из этого банка мою энергию стырил такое же тоже может быть вот поэтому я очень очень аккуратно к этому отношусь очень осторожно да понятно боль это очень надо осторожно и не верить потому что вас могут с помощью этого гипноза погрузить совсем не в ваши прошлые жизни а втянуть вообще куда-нибудь вот как меня в этот египет втянула вы не представляете чего я там навидалась просто это это вот непередаваемо то есть я я больше вот теперь в египет я в жизни не поеду вот я могу сказать что вот у меня даже такое было что я еще только сейчас начали писать я поняла я оказалась в египте под пирамидами а там огромные какие-то пространства и клетки и в этих клетках сидят люди я оказалась в этой клетке из этих людей на них делали эксперименты скрещивали с животными еще что-то делали что-то страшное горели костры люди жили в какой-то темноте без солнца вот это же все было я сейчас не могу понять это реальность или мне приснилось но это была реальность и я знала что с меня хотят содрать шкуру ой кожу извиняюсь мою кожу хотели с меня зачем-то взять чтобы с нее что-то сделать и я помню что я это осознала я там пробиралась какими-то ходами и я нашла там какую-то девочку которую за шкирку взяла которая меня кстати туда привела и сказала ты знаешь как открываются ворота выпусти меня и когда я уже нашла этот возможность выйти из этих ворот а сейчас уже увидели что под пирамидами это есть это было много лет назад появилась такая тетя вот с такими черными волосами какими-то такими трин-тин-тин вот такими и она сказала ну ладно если ты нашла выход ладно типа и отпустила меня и когда вот так открылись ворота метров шесть высоты или восемь и я вышла и оказалась какой-то пустыни отразилось это тем что у меня на коже появились какие-то непонятные язвы и черт его знает что я к врачам там а мне говорят а мы не знаем что это такое а когда я выбралась из под этих вот пирамид язвы сами прошли то есть это так опасно что я не могу вам передать я могу только одно сказать если вы хотите узнать о своих прошлых жизнях читайте разные книги вот которые связаны именно с древними славянскими знаниями и больше обращайтесь к природе матери вот даже дотронулся до какого-то дерева почувствовал какой-то толчок от него попробовал закрыв глаза обращаясь к матери природе со всей своей любовью и допустим если у вас есть какой-то вопрос она вам поможет открыть это и вы она откроет вам дверь и вы войдете свою жизнь один или одна без всяких вот поводырей которые могут быть очень я их боюсь вот но бывают конечно редко встречаются люди которые бывают как проводники чистые бескорыстные которые действительно могут стать но если такой человек у вас появится в жизни он станет первое вашим другом на всю жизнь он станет вам близким ну как это с родником родные по крови да он станет вашим родником он вас никогда не бросит никогда и он будет вас вести по жизни все время то есть это станет близким вашим человеком знаете я сейчас просто вот скажу одну вещь который наверно поразит многих меня очень интересовало 12 лет жанна д'арк я успела побывать я поняла что она не сгорела на костре я побывала в комнате ой башни где она сидела я там сама побывала на ее месте и сгорела на этом костре и хохотала там ну много чего было пережила вот но меня интересовал только один вопрос почему ее оставили голоса и когда мне говорят ну вот ее предали все а я говорю неправда причем тут люди ее предали не люди ее предали голоса которые ее вели значит они ее использовали простите а потом ее просто взяли кинули просто реально кинули предали так что это такое за силы пусть они невидимые там это святая екатерина еще кто-то которые ее просто просто кинули это также поступают часто люди гипнотизеры которые с вами проводят эксперименты потом вас кидают и вы откроет ваше подсознание туда начинает катиться все подряд вот и потом вы просто с этим будете расхлебаться всю свою жизнь вот и все это мой ответ если так будем отвечать то мы и за три часа не ответим потому что вопросов много поступает по поводу по поводу голосов сразу здесь можно отметить что для того чтобы понять что это были за голоса достаточно себе представить а кому молилась жанна дарк какие атрибуты на на себе носила и конечном итоге все станет на свои места все будет понятно что это были за голоса и в общем то какой цели они добивались и почему они как-то сказал кинули вот вполне обыденная ситуация в том и грегоре сейчас тогда сведу свои ответы на очень короткие какие-то фразы да 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 вот да и просто так от себя закончу вот поэтому надо понять просто что это было за и грегора тогда все понятно какой цели он добивался и как он использует людей что же касается египта там чудес много различных и пирамиды горы рукотворные не просто так сделаны и под ними есть много чего интересного в том числе не только под пирамидами но и где-то там с боков то что бомбили да не разбомбили ну ладно не об этом речь а про счет гипноза ко мне тоже часто обращались люди разные сделайте по нам гипноз могли нам в этом в этом разобраться говорят ребят это не наш метод даже если вас вам делать гипноз вдруг все равно он вам и делает и друг может ошибаться и с вами может что-то произойти не то поэтому самый лучший способ что-то понять жизни это самому разобраться поэтому все предложения по поводу гипноза были жестко отвергнуты и все люди которым я отказал они стали сами разбираться и теперь я смотрю что этих людей замечательно все развивается все замечательно происходит потому что они начали понимать кто они в этой жизни сам настоятельно а вот ради этого как раз мы и живем идем дальше кабальера кабальера из ю туба вопрос соведущие а те кто умер не открываешь не открылась память как им быть кто ушел из жизни ну видимо да и у них память не открылась при жизни видимо я тут могу только сейчас догадываться как там же откроется когда они уходят из жизни ну вот у меня были разговоры с извините с ушедшими я беседовала с ними из моих друзей кто уходил какое-то время они были рядом я беседовала а потом они уходили уже трудно сказать ну то есть невозможно связаться а дело в том что когда они туда попадают у них начинает сниматься как бы слой за слоем и они начинают все понимать и вспоминать и поэтому но там сложнее потому что лучше вскрыть здесь все почему здесь лучше потому что тогда можно исправить все свои ошибки понимать что допустим вот мы с вами беседуем а что это мы сидим-то беседуем это же не просто так мы с вами встречались уже и это все было уже и вспоминается какие-то вещи конечно лучше вскрыть тут но если не успели вскрыть но ничего страшного вскроется там пройдете некое там тоже какое-то осознание более болезненно но все равно пройдете все равно и в этой жизни трудно очень когда память скрывается просто с ума сойти потому что вибрации того мир допустим 15 век там была одна вибрационный фон вообще пространство и сегодня это разные вибрации и когда они сталкиваются эти вибрационные фоны у тебя прямо разрывает на части это очень сложно это выдержит очень сложно некоторым некоторой жизни открывается очень легко допустим когда совпадает все таки вот какая какие-то энергии совпадает а бывает нет поэтому тут ну чё тут как есть так есть вот как получается как есть так есть до вопрос ко мне из ютуба что это за бородатый мужик такой с угрозой что это за бородатый мужик рядом с такой красивой женщиной бородатый мужик это алексей орлов народно славянской радио ведущий главный редактор и так далее надеюсь я на этот вопрос ответил идем дальше следующий вопрос появился даже не вопрос а реплика из ютуба от оксаны брейнер наша постоянная слушательница не первом уже эфире участвует своими вопросами репликами вот она написала за водой старину не ходили ходили по воду и о том что речь в заговоре идет о другой воде понятно я хочу сказать что физическая вода есть как это объяснить есть внутренне скрытое что-то я потом в конце если позволите я хочу прочитать вот продолжение того что как бы уже вот первого заговора как продолжение из него будет следовать очень многое другое кто же что это за энергии то есть это на самом деле не за водой с ведрами это совсем другое и воду в ступе толочь станем день станем ночь пригласим мы к воде тех кто станет родить что это за вода которую толкут в ступе над этим просто стоит подумать и может быть открыть свое воображение это же интересно я хочу просто оксане сказать что ходили по воду ходили поводу за водой то есть воду приносили но ходили по воду и в зависимости от того где брали той и называли «по воду» или «за водой». «По воду», конечно, ходили, это когда мостки были, и тогда по воде якобы ходили, при этом бросали ведро в воду, доставали. Вот это было в полном смысле «по воду ходили». И это выражение «по воду», оно сохранилось. Потому что когда ты стоишь на воде, по воде идёшь и зачерпываешь из открытого источника, то это ходить по водой. Но ходили за водой, ходя по воду, несли воду, ходили за водой. Это такая игра слов интересная. Можно я уже открою тогда внутреннее? Ну уж давай, давай, конечно. Без этого нельзя, давай. Воды, да. Значит, на самом деле мы сейчас с вами льём воду. Потому что речь, а как речь-то говорит, то как реченька журчит. То есть на самом деле наша речь, русская речь, она вообще такая единственная. Это и есть вода. И вот воду вступит, а лучше. Это вот мы сейчас с вами этим и занимаемся. Да, если ещё подумать, что вода и веда – это очень похоже, то в этом случае вода, она очень часто соединялась с веданием, с знанием. Поэтому с водой часто и жизнь как бы так ассоциировали, поток воды, поток реки. И речь опять же здесь. Ведаешь, значит, речёшь. Ну и так далее. Здесь с водой много связано. Да и человек состоит, в общем-то, по большому счёту из воды. И вот тут вот в Чиколдышке много водишки. Так что без воды ни туды, ни сёды. Да, ни туды, ни сёды. Но вода ещё и компьютер некий такой, да, живой компьютер, который в нас… Почему у нас так много воды? Это же компьютер внутри нас. Ну, я сейчас современным языком говорю. Который всё пишет. Это как хроники Акаши. Всё записывает, всё помнит. А когда мы язык, рот открываем, а на самом деле не рот, а роды. Роды. И раньше-то… Сейчас прямо вообще скажу катастрофические вещи, простите. Что детей-то раньше рождали по-другому. Сели, плазменную шар сделали. И часто он выходил даже у женщины вот здесь, мог зарождаться, здесь, а не там, где отхожее место. И он выходил через род, да, род, как род был. Вот, ну, многое изменилось. И слово. Это тоже как бы мы речём из рода. Вот отсюда вода. Мы льём с вами воду на нашу мельницу, чтобы она получалась в малого-малого муку. Хорошо, когда на нашу. А то часто бывает словами не туда льют. Ну ладно, Михаил. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Сказителем, ну, то есть тобой. Было озвучено, что Иисус в определённое время путешествовал по Индии. Очень интересно, по каким городам Индии происходило путешествие. Какова была цель их и на каком языке он общался. Хочется узнать, как к этому местные жители Индии относятся, видимо, как к этому местные жители относятся сейчас. Благодарю. Значит, во всех таких храмах, где он побывал, в местах, потому что храмы там, допустим, старая Кангра, 50 тысяч лет всего храму. Вот так, это немного. И везде есть сведения об Исе и записаны. Его там звали Иса. В 12 лет за ним пришли три волхва. И по большому караванному пути посадили его на верблюда по-простому. И эти три волхва взяли его и увезли в Индию. И там он путешествовал от самого юга до самого Непал, потом Кашмир. То есть он побывал по всей Индии. Я прошлась по его следам. И самое интересное, он шёл по следам матери-богини. Вот на самом юге есть след матери-богини Парвати, который остался там какой-то большой. И вот он шёл по этим следам. Потом он пришёл в Люмбини, где родился Будда. То есть он побывал по всем священным местам. Он встречался, по всей видимости, с настоятелями, браминами всех храмов. И они это помнят, и в свитках записаны. И порой в их храмах у них же там нет противоречия. У них там миллионы богов. Может, три миллиона, не знаю. И порой висит, как это сказать, не картинка, портрет, как это сказать, образ Христа тоже. И сытом души. И они очень почитали его, там его уважали и обучили очень многим вещам. Когда он вернулся к себе в Иудею, естественно, он уже обладал с теми способностями йога, которыми его там научили. С 12 он где-то был, он вернулся. Ну, вообще, все говорят, 33 — это неправда всё. В то время паспартов не было, простите, годы не считали. Поэтому, судя по его каким-то там изысканиям в Индии, он там пробыл гораздо больше, потому что в то время умер уже Иосиф. Ему, видимо, всё-таки каким-то образом было доставлено письмо, что отец умер. И он уже, а дети уже выросли у Марии, да? Там уже было много детей же, которые были взрослыми. И Иисус возвращается в Индию. И когда он на церет, на зале, то бишь возвращается, то он уже, как сказать, для родителей несёт такую ахинею, которую мать Мария не воспринимает. И тогда он там идёт в соседний… Он же там ни одного чуда не смог совершить. Он идёт к кому-то, его приглашают в какой-то дом, читает там, условно говоря, лекцию, я говорю современным языком. И в этот момент приходит… Есть это в Библии, часть от Матвея, не помню. Приходит его мать, и приходят его братья и сёстры. Они не заходят в дом, чтобы слушать, что он там говорит, потому что для них это вообще не воспринимается. И они говорят, передайте ему, то есть ему передают, что за тобой пришли твои сёстры и братья. И как пришли за тобой? Ну вот сумасшедшие пришли забрать. И тогда Иисус говорит, кто моя мать, кто мои братья и сёстры, кто меня слушает, почитает там отца, которого я знаю. Те и есть мои братья и сёстры, а это, мол, никто. Вот таким образом он, собственно, отшил своих родственников на том этапе. И потом из Назарета он уходит уже в Генесаретскому озеру, в Магдалу, где его подружка Магдалина, единомышленница, только и ждала его, потому что она была из очень богатой семьи, и её же клеветали тоже, она не была вот этой, как это называется, простите, как её называют. Она была из очень богатой семьи, и она всех этих, организовала своих крепостных, назовём рыбаковых, всех, чтобы они его слушали. Вот, и он идёт в Магдалу, и там уже она собирает рыбаков и всех людей, чтобы они, ну, делает ему последователь, собственно, делает ему пиар, оплачивает его, в доме принимает большому, и так далее. Вот, то есть она сыграла очень большую роль, и даже потом построение общины она играла большую роль, но потом, можно скажу, вот я прямо сразу говорю, как бы люди могут меня простить и не осуждать, это то, что нарыло, и уже сжатым образом выдают. Но потом, значит, вот этот Савл, который был римский гражданин, он отслеживал, отбирал рукописи, долго их читал, всё то, что там писали ученики, он был, это как это, тайная слежка, да, вот это, как у нас в фейсбушнике, извините, ну, вот какой-то такой полиция, тайный агент, да, и вот этот тайный агент, по всей видимости, Рим терпел в то время фиаско со своей мечтой, о всеобщем господстве, и Рим рушился, и тогда принимают решение в Риме, и посылают его в Иудею, чтобы вот сделать эту новую религию, и он называется Павлом, уже потом, и он идёт, ну, придумать о том, что он ослепо потом прозрел, и цитировать Иисуса, который он у учеников всё отбирал, начитался, там будь здоров, и дальше, когда он приходит, на самом деле, по большому счёту, он вытесняет руководительницу, Марию Магдалину, как таковую, из вот этих руководителей общин, из себя засовывает, я его помню, чуть не сказала, Господи, ну да, был невысокого роста, кстати, Игорь Батинский, вот, и он забирает это всё, и тогда он вводит десятину, и очень богатые были люди, входили в эти общины, и большие деньги, уже потом это распространилось по миру, очень большие деньги стали снова притекать в Рим, за счёт 10%, которые вот были созданы таким образом, была создана новая религия, а потом уже от неё ответвление, это уже, в общем, всё неважно, но Марию Магдалину, Павел Выпер, прямо скажем, вот помню, как сейчас, Выпер, суть, конечно, но я же Мария Искусница, поэтому посмотреть могу любой кино, сама, вот, мне не надо смотреть фильмы по телевизору, я могу посмотреть любой исторический момент, проникнуть в любую часть, ну, в историю, разную, и в будущее, наверное, да, все мои проекты, конечно, из будущего, и в прошлое, ныряю, ну, вот Баба Ягая стоит в моей избушке, на курихнушках, между прошлым и будущим, в невозможном мире, между Навью и Явью. Понятно, понятно, вот такая, вот такая интересная у нас появилась версия, очень интересная, кому-то, возможно, это будет даже очень-очень полезно, идём дальше. Болезненно, простите меня, вот это. Нет, ну что, ну, в данном случае, да, тут ещё и признания в любви пошли, понятно. Вот такой у нас миротворческий эфир с признаниями в высоких материях, высокой любви, в чувствах и так далее. Идём дальше, будем считать, что на этот вопрос мы ответили. Михаил из Москвы. Дальше, Геннадий Романенко, реплика в эфир. При внимательном прочтении исследования волшебных сказок выявляется восемь смысловых уровней, первый запрет, второе беда, третье снаряжение героев путь, четвёртый получение волшебного средства, пятый обряд посвящения, шестое избушка на курьих ножках, седьмое испытание, восьмое змееборство, взято из книги Кощуны Финиста. Благодарю. Вот что ты думаешь по поводу этих восьми пунктов становления личности? Я про них-то и говорила, когда говорила о Финисте Ясном Соколе, я как раз говорила об этих восьми пунктах, которые, вот по победе, прийти к победе, и вот это и есть, он правильно назвал, про которые я, собственно, давненько когда-то знала, потом, ну, проходит какое-то время, что-то ты проходишь этот путь и забываешь, да, а зря. Вот спасибо ему большое за то, что он мне напомнил этот путь, было такое дело, проходили, называется «Знаем». Знаем. Да, всё правильно, всё верно. Ну, он уточнил, что это, видимо, книга Трехлебова имеется в виду, которая сейчас запрещена в России, Российской Федерации, Кощенный Финист. Трехлебовская, да, точно. Идём дальше. Александр Зачиер, вопрос эфир. Мария, что можете сказать по поводу слова «ягло»? «Ягло». «Ягло». Что-то я не знаю такого слова, не встречалась с ним. Если могут, пусть мне сами подскажут. Правда, я не встречаю. Я сейчас запишу, а вообще «ягло». Мне надо просто войти в слово. Да, вот как я, допустим, это просто ответ как бы. Вот я не знаю слова, вот «ягло». Что я делаю? Я сажусь опять у окошка и начинаю думать над словом. Ягло. Вот как-то так. И потом раз, как-то буквы открываются, открывается дверь, я вхожу вовнутрь, и дальше я вижу истории. И потом я могу уже не то, что там слово это расшифровать, я могу рассказать какой-то целый вот класс целый исторический. Ну вот так. Сейчас пока не знаю. Сейчас я вот спрошу, Саш, ты не знаешь, что такое «ягло»? «Ягла». Не знаю. Не знаю. Ну ладно, хорошо. Сейчас мы окошко садиться не будем, пока пообщаемся ещё со зрителями и слушателями. Дальше. Оксана Брейнер. Вопрос в эфир. Правда, что баба Яга, дочь Вия, была замужем за богом Велесом? Ну вообще-то, дело в том, что баба Яга это ступень. И не одна там всего лишь… Это должность, а не личность. Это, да, это не сама Личность, это как, да, типа, ну, должность, вот так будет правильнее сказать. Каждый человек, каждая женщина может прийти, дойти до этой недолжности, как чина, назовём. Это некий чин. Вот так же, как Христос. Имя-то у Него Иисуса, а Христос — это некий чин, это звание. Точно так же, которое означает там «спаситель». Точно так же Яга или Баба Яга это звание. И женщины многие проходят, становятся от горя Бабами-йогами. Нет, кто-то становится Бабой-йогой, а кто-то от горя Бабой-ягой, да, костяной ногой, где зубы на полке и нос в потолок врос, а кто-то баба-женщина и красавица и премудрый. Это две, такие, две ипостаси, да, как бы одна вот легла и в нос свой потолок и ничего не делает, а другая от горя, да, от души. Лично эта жизнь не сложилась. Вот в Бабе-йоге и идём. Но это шутка, на самом деле, это призвание, это путь, это миссия такая, и без неё невозможно. То есть, ну что, вот я правда. Мне, кстати, обо мне делали фильм на НТВ, очень испугались все. Они, значит, снимали фильм, он начинался в подмосковных лесах, завелась Баба-яга, это про меня. Осенью меня привели к какому-то озеру, там в ноябре холод, и говорят, сможешь искупаться? Да, конечно, могу. Я зашла, искупалась, снег такой лежал. Говорит, ты ещё чего можешь? Я говорю, ну разное, вот сейчас щёлкну, белочка прибежит, там белочка прибежала. И откуда-то она принесла конфеты, честное слово, не орехи, а конфеты. Я говорю, ну давайте попробуем. Значит, этот оператор жутко испугался, нет, эти конфеты есть не буду, вдруг они там чего-то, откуда они появились тут? Он пытался выключить камеру от испуга, она не выключалась. Ну и много чего там произошло, и потом, когда меня привели на телевидение, там, значит, уже все шухер подняли, я только захожу, ну я обыкновенный человек, посмотрите, что я на Бабу-Ягу похожа? Вот, а мне уже все, значит, подходят ко мне, вы что? Самая настоящая Баба-Яга, ну что вы-то им ответить? Ну как? Они же, у них же в сказках это, она же там страшная, она же там пугает, её же надо бояться, от неё надо бежать. Вот, а на самом деле это ступень просто развития Души. Вот, когда человек проходит такую ступень, и потом он идёт дальше, не всё же время я буду Бабой-Ягой. Надеюсь, что и как-то, может, и в Василию Супремудрову всё-таки превращусь, а? Ну так всё-таки, по твоему представлению, это дочь Вии, была ли она замужем за Виллисом всё-таки? Или это только одна из версий таких упрощённых, или наоборот, может, каких-то сакральных, древних? Я думаю, что это одна из версий. На самом деле, вот, ну, любая Баба-Яга, наверное, дочка Виллиса. А насчёт Вия, ну, что они подразумевают под Вием? Того, который Гоголь выписал, или что-то другое? Понимаете, здесь же всё искажено, искажение, если убрать, кто такой Вий? Вот, я вам сейчас скажу, может быть, Ви это на самом деле вот Люцифер, ой, ну да, вот, это уже мы сейчас дойдём, не будем трогать эту тему. Как-то в Люцифера мы не будем идти, потому что Люцифер всё-таки это не славянское, это уже переводы с других языков, поэтому мы их не трогаем. Мы будем как-то ближе к нашему, всё-таки Ви это такой Бог, который видел всё и всегда, и правду, и ложь, и для этого мне надо было открывать глаза, потому что он смотрел в сердце человека, в сердце человека и в разум не обязательно глаза открывать. И простые люди, не понимающие древних сакральных наших знаний, они превратили Вию с такими веками тяжёлыми, которые надо было поднимать и так далее. Вот, а по поводу, была ли она замужем за Богом Виллиса, ну, надо же понимать, что яга или йога это хранительница врат Междумирья, как раз речка Смородинка, и там в лопухах много чего прятала, и волшебные колодцы, живая и мёртвая вода, да много чего, и поэтому просто так туда никого не посылало. А Виллис — это Бог мудрости, это не просто, как говорят, скоти бог, который скота там, скот пас и помогал, это Бог мудрости, который обладал и многими знаниями, и умел превращаться во много кого, и помогал многим людям, и чародействам, и он мог ходить, кстати, и в тёмный мир, и в светлое, и провожал людей после их смерти открывал перед ними врата туда, в Междумире. И поэтому, если Баба Йога хранила эти врата, то Виллис мог спокойно туда-сюда переходить, и вот как раз Баба Йога и пытала, говорит, а ты что сюда припёрся-то, добрый молодец, что тебе надо-то в этом Междумире? Ну, в общем, там целая история. Вообще, я согласен, что всё-таки Йога — это не просто какое-то имя, это какой-то определённый статус, звание, и немногие женщины могут до Йоги достичь уровня, поэтому те, кто достигает этого уровня, это величайшие женщины. Но есть Йоги разные, есть хранительницы, есть те, которые помогают детям что-либо понять, не воруют их. Там ещё есть ступени, у Бабы Йоги очень много разных ступеней, поэтому у неё там и внучки есть, и всё, что угодно. И на самом деле вы правы, там не просто, ой, ты прав, не два человека, там не две, два ипостаси, там очень много уровней вот этой Йоги. В Индии она, конечно, там описывается большими количествами, ну, очень много подразделений, как это сказать, направлений, очень много направлений. Можно ли назвать всю Йогу, всю, которая существует, что это один какой-то некий, некая женская ипостась? Можно, можно так сказать, что это богиня? Да, я думаю, что это была и богиня, и это так и называли те, кто служили в определённых храмах, и так могли называть тех самых женщин, которые что-либо охраняли, обладали какой-то неимоверной силой по сравнению с обычными людьми. Вообще ещё было название не только Баба Йога Ксена-Нога, но и Матушка Егиня, такое сохранилось тоже название. Это говорит, да, это говорит не только Бабушка, Матушка, это говорило о том, что это очень уважительно, это высший уровень почтения Матушка, Бабушка и так далее. То есть не так всё просто. И Бог Виллис… Это Бабушка Егиня, она же на самом деле и есть вот эта премудрость, да, есть такое понятие премудрость, а премудрость это та, которая самим Богом, верховным Богом творила миры. То есть тут вот… Ну много-много есть вариантов, надо просто хорошо изучить наши сказы, не вот эти исковерканные, а древние сказы, творчество посмотреть, что и когда и как происходило. И вполне возможно многие ответы сами с собой придут. Да, вопрос в эфир, дальше продолжим от солнца. Мария, здравия! Какой образ несёт себе сивка-бурка? Благодарю! Это вот, конечно, сивка-бурка, вещая-каурка. Встань передо мной, как листья перед травой, ну и так далее, да. Да, да, да. То есть это, вот как я сейчас скажу, у меня очень большое веяние с Индией. Можно? Вот как бы, и я ничего не могу отвязать. Ну что ж, ну раз не можешь, давай хоть про Индию. Так как Богом, ну верховным Богом, Создателем был там, вот у нас был такой сива понятие, да, а там Бог Шива, Сива, Шива, пришёл со Святой Горы, то у него были волосы, вот эти скрученные, которые, когда он выдёргивал, вот волос, а потом уже пошли сказки про бороду, вот это, да, вот как-то там, какой-то там, раз, с бороды вытащил, а тут он бросал волос, из этого волоса вот создавалась вот эта сила, ну это сила, которая могла совершать вот те сказочные действия, которые мы читаем в сказках, то есть которые мы прослеживаем в сказках. То есть это сила, способная делать волшебные вещи, но эта сила исходит от Бога. Вот я сейчас, если Сива, если Святогор, если Шива, то, наверное, всё-таки это от Создателя, который в славянских народах, как мог ещё называться, какими именами? Сива, Святогор, богатырь, да, а изначально, как он мог ещё называться? Ну, я же не сказитель в данном случае, поэтому я тебе подсказать здесь не имею права. А я видишь, Алексей, уже у тебя спрашивают, не зря же ты с бородой. Вот тут же не просто так борода растёт. Значит, если борода растёт, вот ты волосик там один возьми у себя и спроси. Как Стариха Таблина, дзынь, да? Да, вот, как Стариха Таблина. Человек, да, сивые волосы. Что такое сивые? Это вот ближе, по-моему, к седым, да? Это седые, светлые волосы. Сивы называют кого? Светлые, светлые волосы, похожие чем-то на седые. Если переводить на такой язык, то можно даже сказать, что это сила волоса. Вот так странно, да? Сила волоса. Но волоса не волшебного, который мог превращаться во всё, что угодно. То есть сила волоса Бога. Ну вот. Ну, сивы, значит, сивка-бурка, если так вот просто переводить на бытовой язык, это светло-коричневый, такая мазь светло-коричневая. Это когда могут быть большие пятна, тут светлые, тут тёмные. То есть он мог находиться и в тёмном, и в светлом, и оттуда получать знания. Поэтому называют его вещей. Вещая каурка. Ну, каурка добавляется как в стихотворность, чтобы была. То есть это вещий конь. А конь – это движитель, это то, что заставляет двигаться, в котором есть сила, которая что-то двигает. С конём связывали на Руси, но вообще в мире очень много. Кто обладал конями, тот был богат, тот мог что-то вспахать, куда-то что-то доставить, воевать, там спастись, что угодно. И поэтому, когда эта сила что-либо вещала, то человек, который с ней общается, получал всё необходимое напрямую без посредников. То есть сразу вот этой силы. Поэтому сивка-бурка и тот, который через леса перенесёт, и тот, который даст воду, когда жарко, и тот, который хлебом накормит, и тот, который спасёт, в случае чего. В общем, вот сивка-бурка это такой удивительный. вот допустим, потом от этого, наверное, родился так называемый конь-пегас с крыльями, да? Ну, у нас много чего взяли, да, и пегасы. То есть вот эта сила, она была связана, волосы, это вообще огромная сила, с вдохновением так называемый. Вот, то есть это некое вдохновение, которое позволяло человеку быть восхищённым, ну вот, восхищенным в другие миры и переноситься на любое расстояние, потому что только сила вот этого вдохновения, потом это, я же говорю, пегас, да, она может всё, что угодно. Вот, но возникает эта сила вдохновения из-за волос, потому что волосы назывались космы, да, а космы — это космос. Поэтому говорили, что ни в коем случае нельзя резать волос, потому что если тебя порезали, это уже обкарнали, и ты становишься некой карной, а карной — нет, не ты становишься карной, а карна — это богиня карма, которая карма сейчас, карна, да, карна и карма, это когда что-то на себя накладывается или чего-то убирается. И если ты обрезал, да, померяемся, у кого длиннее волосы, да, вот, если… карна, это часто карна. И в этом случае тогда обкарнанный — это обкарнанный тот, который что-то в этой жизни потерял и теперь должен что-то обрабатывать, поэтому карна в карму и превратилась, вот если мы берем славянские. Ну, правильно, конечно, но на самом деле, если человек, допустим, променял, как это сказать, что-то высокодуховное на что-то очень земное, то он, получается, как бы его вот и называется обкарнанный, то есть его космо или его связь с космосом обрывается, а когда обрывается связь с космосом, появляется вот эта так называемая карма. И тогда ему приходится вот и проходить эти очень тяжёлые пути для того, чтобы снова вернуть свою связь с космосом, с космами своими, да. Как говорим знакомым, именно. Именно. Хорошо, да. Ну вот, Севка и Бурка как-то разобрались, да, что этот образ — это сила, которая сразу, мудрая вещь, которая позволяет герою что-либо получать. А чтобы герой мог связаться, ему необходимо множество добрых дел сделать, эту силу приручить, с ней войти в контакт, быть с ней в ладу, в ладу с природой. Найти сначала её, да, пройти в неё, соединиться с ней, да, она ему испытания устроит, и такие тяжёлые, что, может быть, он оттуда и не выйдет живым. Но, в принципе, пройдя все эти испытания, его дух закаляется, и происходит соединение земли и неба, так скажем. Не совсем так. Иногда Севка-Бурка передаётся по наследству. Это о чём говорит? Что тебе дано в природе, в этой жизни всё. Вопрос, сможешь ли ты эту силу применить, с ней подружиться и получать то, что необходимо тебе по жизни. Потому что многие, получая дар, потом про него забывают и идут просить у кого-то иностороннего, что-либо для себя, забывая, что всё в этой жизни уже у них есть. И поэтому Севка-Бурка это тот самый конь, жизненная сила, которая даётся каждому человеку, который, да, испытывает иногда, и которого надо и обуздать вовремя, и которому надо и покормить, и надо его приласкать, и надо с ним поговорить. А взамен он тебя будет нести за 3-9 земель, будет тебе давать всё, что необходимо. И вот как раз вещей, потому что ты от него будешь получать. но ты должен быть человеком, чтобы от него всё получить. Алексей, буквально две строчки из моего, потом я вот такого же родственного прочитаю. «Распущу я все волосы и откроются голосы». Тут всё сказано. А вот те, которые женщины распускали волосы, их называли распутные женщины. Поэтому распускать можно было только в тех условиях, когда это необходимо было. И в волосах, как мы уже говорили, сила. Да. Да, и поэтому распускать… А что такое голосы? Ну это уже дальше, опять разговор на тысячу. Ну да, да. Поэтому распущенные девицы и женщины на улице появиться было позорно. И поэтому было или очели, был ли какой-то платочек, или было ещё что-то. Валькирия, я тут прямо не могу. Я вот, вы знаете, валькирии так называемые, ведь они никогда не одевали эти платы, и я никогда… Валькирия – это валькирия, мы говорим про женскую силу. Я никогда не одевала платочки и всегда носила распущенные волосы, потому что я чувствую, что я не могу иначе, я не могу… Другая, другая, про тебя разговора нет. Ты сейчас сказительница, всё, вот ты сказительница. Ну прямо задел с платочком-то. Нет, нет, я же не сказал только платочки, а чели были, были различные обереговые заборы, да, там много чего было. Так что здесь, сколько вот посмотреть народностей наших живёт на земле, у каждого свой головной убор, какие-то они хитрые, какие-то… То кокошник какой-то такой, то тут скромненькая челя, то какой-то забор здесь, то ещё чего-то… с головы, да. Поэтому здесь… Да, поэтому здесь не всё так просто, но волосы для того, чтобы есть необходимость собирать, есть возможность распускать, но распускали именно тогда, когда это была необходимость. Мало того, и обкарнули себя, когда была необходимость, потому что женская сила волос, влаз, она могла ещё и уберечь, в случае чего, поэтому были целые ритуалы. А когда же шли войны в бой, женщины-то выходили, распускали волосы и стояли сзади просто. Вот тут и начинались все голосы, да, и вступали в войну, это книга Велеса, вступали в войну, ведь воевали не люди, воевали уже образы. И тогда вылетали все образы вот этих богинь, полубогов, вот всего-всего на поле боя и сражались, и побеждали врага, их магию разрушали. Мы их естеством, а не нас колдовством. Да, фигушки, мы их естеством, которые круче колдовства. Дело в том, что надо опять же не путать валькирию и берегиню. Это всё-таки разные, разные в нашем славянском представлении. Валькирия – это одно, да, они разные выполняют обязанности. Вот то, что ты рассказала, это берегиня, та, которая могла в случае необходимости и волосы свои пожертвовать ради спасения своего рода, ради спасения детей, мужа, которая могла и расплести свои волосы в случае необходимости, и наоборот, которая могла что-то вплести в волосы как себе, так и своему мужу. И надо понимать, что если мужчина, когда он был в мирной жизни, он мог быть вот с обычными волосами, причём даже не всегда очень длинными, с короткой бородкой, какой-нибудь или наоборот, с длинной бородой, в зависимости от статуса и уровня его жизни, а когда он уходил на войну, он мог волосы сбривать, оставляя себе селедицы и коротенькую бородку, для того, чтобы, а может быть, кто-то вообще сбривал, как это было принято, потому что на войне он не должен, волосы не должны мешать, потому что он рубится. И он оставлял только то, что его отличало, как вот своих, а селедицы, которые соединял его с родом, соединял его со своим атаманом, и в этом случае это становилось уже, рать становилось воинство, становилась дружина вместе, их объединяло вместе, вот как раз и селедицы, он часто присутствует. Знаете, почему у нас немножко несовпадение сейчас? Что? Мы говорим из разных времён. Я всё время впадаю в очень далёкое время, когда вообще вот, вот я не знаю, что там было, когда действительно были образы, и было там, наверное, очень далеко, а вы чуть-чуть ближе к нашему времени, совсем близко, и поэтому уже изменялось всё, уже люди потеряли многие образы. И то, о чём, мне кажется, вы говорите, это уже ближе к тому, когда люди потеряли очень многое. А я говорю ещё к тому времени, когда ещё всё было, ещё ничего не было. Я могу тебе сказать из того времени, пожалуйста. В то время воин не было, поэтому не было необходимости человеку убривать себе волосы на голове. В то время были люди как одна большая семья, и поэтому распустить волосы не означало распущенность, это означало несколько другое. другое. Мы сейчас, во-первых, мы должны понимать, что было очень давно, что было давно, что было недавно, и как сейчас люди живут. Поэтому сейчас в наше время женщинам всё-таки, те, которые живут в этом мире, необходимо соблюдать цело, мудрие. А цело, мудрие – это когда цело и мудро вместе сходятся, целость мудрости, цело, мудрие, а не только с точки зрения того, что между ног, чтобы целое сохранялось за определённый момент. Уж извините, пожалуйста. Нет, мы говорим по-взрослому, то, что есть, время уже позднее. Целомудрие, да? Целомудрие – это целость всего, это мудрость всего, включающая и то, что связано с семейными делами, включая то, что связано с божественными, включая то, что связано с горизонталью, это общество наше. Это просто умение жить на земле в любых условиях, да? Это есть ведание, когда люди ведали, что они делали, понимали, что они делали и жили в ладу с природой, свято-щитясь с базоветой великомуудрых предков. Естественно, что катастрофы происходили, менялись какие-то условия жизни, давались новые заповеди, но мы сейчас всё-таки идём ближе, чтобы люди понимали, хотя бы, как жили не тысячу лет, потому что в тысячу лет уже было много что искажено, а жили чуть-чуть подальше, вот там, вот там, тринадцать тысяч лет, туда, поближе. Чтобы туда дойти, нам надо хотя бы эти пласты пройти, поэтому касаясь современного и удалённого, а то, что совсем дальнее, тоже могу что-то рассказать, мы не об этом сейчас идём. Так, вопрос эфир от Михаила, Михаила от Москвы. Хочется узнать, есть ли схожие персонажи в индийских народных сказках с нашими и какие образы там присутствуют? Возможно, поверхностные? Абсолютная схожесть, просто абсолютная, но другие имена, понятно. Там такое количество персонажей, которые любую нашу сказку возьми, там обязательно найдётся какой-то персонаж в индийской философии, но в этой философии там присутствует, если разделить всё, там присутствует, собственно, там нет ада, потому что это христианство в 15 веке, ну вот создало ад, и поэтому у них нет никакого ада, но у них есть злые герои, которые называются Ракшасы, это совсем плохие люди, это как вампиры, да, вот есть демоны, так называемые, есть демоны с кодексом чести, без кодекса чести, есть полубоги, есть боги, есть мудрецы, есть святые, есть много разных историй вот этих отношений мужчины и женщины, отношений в семье, там столько этого, вот такие огромные тома, и всё это очень глубоко, вот настолько глубоко, что я считаю, к сожалению, что наши, вот наши знания немножко утеряны, я думаю, что когда было обледенение, и вот эта война, возможно, что знания все тихо перенесли и сохранили там, и там они остались нетронутыми, абсолютно нетронутыми, может быть, потом как-то уже население Индии и брамины чуть-чуть под себя приспособили, как обычно, да, чуть-чуть, может, одеяло поднатянули, но в целом удалось в Индии сохранить все знания с их, как это сказать, подкладкой, самым главным, с каким-то, и поэтому мы должны оттуда, как я сейчас понимаю, вот все знания забрать, с нашими соединить, и это будет вообще то, что нам нужно, потому что у нас кое-чего не хватает, вот просто все как бы есть, но все время чего-то не хватает немножечко, а вот Индия, она дополнит и сделает вот эту вот полноту эту, то есть мы оттуда все это должны забрать, вынести, потому что, я сейчас скажу, это наше, это наше кровное, вот я туда и пошла, за своим, как говорят, я пошла за своим, из России. Не чужое беру, свое возвращаю. Александр Зой Зачияр написал в эфир, ягло, это игла, которая была в яйце, яйцо, это аура или ведагон, ягло есть у каждого человека, и оно, как кристалл, тонкоматериальный, такая вот есть инфа, вот ответ, что такое игло. Спасибо огромное, значит, это такой духовный некий стержень, я бы сказала, да, то есть который есть в человеке и держит его, ну, наверное, я тогда имею, вот я считаю, какой-то такой центральный стержень, по которому я иду в этой жизни и с него как-то не схожу. Ягло у тебя на месте, понятно, идем дальше. Ну, мы вместе. Слава Богу. Опять про меня, да? Что такое? Слава Богам и предкам, да. Вопрос у эфира Солнца. Мария, в сказках, например, у Александра Сергеевича Пушкина есть такой сюжет, когда царицу вместе с сыном засмолили в бочку и отправили по морю, что явилось прообразом для подобных сюжетов. Благодарю. Да, в бочку с сыном посадили, запаяли и пустили по волнам. Значит, вот я сейчас только то, что мне приходит, потому что я над этим сюжетом не очень думала, хотя у острова Буян это понятно. Я думаю, что для того, чтобы человек вырос по-настоящему, да, его нужно поставить, вот познать ограничения. Вот бочка — это некие ограничения, когда тебе закрывают вообще всё видение. Я проходила этот путь, эту бочку, когда тебе всё, как бы Бог закрывает, и ты как бы вот ничего не видишь, ты идёшь в темноте. Но дело в том, что даже в обычной жизни мы порой, освоив что-то, нам завязываем, ну, допустим, кто-то учится стрелять и со стрелой, да, вот, и потом он завязывает ему глаза и говорит, а теперь попади в ту же цель вот с помощью стрелы. Я думаю, что именно это зашифровано, что для того, чтобы обрести силу, нужно попасть в эту абсолютную темноту. И это не только для одного человека, там, Гведона и вот этой царицы. Это на самом деле может быть для всей планеты Земля, для одной какой-то страны. То есть вот сейчас, я считаю, что наша страна, как ни странно, да, она погружена вот в эту бочку. Мы в этой бочке. Но в этой бочке именно и происходит самое главное — это трост. А потом, когда океан выбросит на берег, вот всё прямо, вот всё в жизни происходит. Куда ни посмотри, это всё прямо на наших глазах, все сказки Пушкина, все сказки, какие есть, всё сейчас прямо материализуется. И вот всё это есть. И мы сейчас находимся все, не только я одна там, допустим, мы все находимся в этой бочке. И каждый проходит это, когда нас несёт по волнам и когда мы становимся слабыми, как дети. То есть, понимаете, вот на самом деле, когда человек силён, он крутой, такой сильный, всё знает, но он тогда ожесточается, он становится жёстким. А потом Бог его раз так и делает ему, так в детство, и он становится слабым, он становится, он ничего не видит, ничего не понимает, но волны, как таковые, это и есть вот этот поток Бога, который его вынесет куда надо, на тот остров, на который ему и нужно. Поэтому вот это тоже периоды, это период в жизни каждого человека в жизни страны, в жизни планеты Земля, в жизни Вселенной и всего, и все проходят через это. Это как ступень роста. Вот так я думаю. Согласен с тобой, согласен, потому что ведь запаковали вместе с матерью, не просто так, ребёночка одного, не просто мать, вместе с матерью, и растёт ребёнок там не по дням, а по часам. Дальше куда её сбросили-то? Её сбросили в море. Море — это представление силы, представление энергии, представление знаний каких-то, которые ветер туда-сюда перегоняет, и он обращается к ветру, чтобы тот доставил куда надо. Ветер подул на море, море направило, вынесло, и дальше остров. Строй свой мир. И тот мир строит так, чтобы он был устроен мудро, и помощники тут появляются. Вот смотрите, Гведон от обычного человека, там ребёнка, пока сидел в этой бочке, вырос до самого Создателя. Он стал сотворцом Бога, Создателем Богом-то. Опять слово такое. Ну да, Создателем. Лучше буду говорить Творцом-Создателем. Так что вот именно только так. Ой, прям у меня язык вот чешется, не могу. Там много ещё вопросов. Ну что ж такое? Ну почеши, почеши. В принципе, этим мы в эфире занимаемся. Нет, я просто хочу вот прочитать вот это вот ещё вот это. Ну хорошо, давай, давай, прочитай. Давай. Я прочту. Значит так, потому что это больше скажет. Как ушла я прочь с ледяной горы Воду вступит олочь И молчать до поры Камень чёрен ожил Вражью силу спалил А коса расплетённая Тянет правь веретённую Дождь все вёдра пролил Души падших омыл Я сейчас стою в чужом краю Из стихи говорю Из стихи говорю я зверью Как уснёт злобен зверь Я открою вам дверь Потерпи, мой брат И мечте поверь Посмотри, сестра, сколько будет добра Сокращу все сроки И сотру с вас пороки На колено в мост созову друзей Этот путь непрост Мне любить, а ты верь Научись читать между строк Вот уж близок ваш срок Отдели себя, извиняюсь, от дерьма И услышь голос ма Поплывёт корабль по волнам Вот тогда зашумит их бедлам Матерь сва сыновей Своим ветром овей Ой, сейчас я вот немножечко продвину Извиняюсь, я просто это читаю Распущу я все волосы И откроются голосы Не судите вы тьму Скоро будет кому Дух высокий стяжать Божий план понимать Две цепи из людей Но замкнулась одна Ложью, смертью полна А другая лежит Только ум ваш дрожит И душой дрожит И хранит вас печать Небу землю отдать Правду всю рассказать Думы все размести Души ваши спасти По клочкам разнести Кости ваши трясти Сказки все оживут Все Иваны придут Как исполнится срок Прозвенит мой звонок Так восстанете все Силой новой В красе Дальше я помолчу Но с тобой калачу Нет добра Палачу Не могу я сказать Сразу все открывать Вы слова почитайте Эту весть не теряйте Не во книге пишу В вашу кровь заношу До свидания братцы Я пошла разбираться Средь совсем чужих Посажу я стих И стихи все оживут И друзья все найдут Ну вот такой вот тоже Как это сказать Ну довольно замукрённая Замукрённая вещь Да такая Она прямо вот Куда надо ведёт короче Ну это уже вот такое На самом деле что это такое Здесь зашифровано Вот как объяснить Здесь же на самом Вот всё о чём мы говорили Самое смешное Почему язык мой Зачесался Да потому что всё Что сейчас задавали вопросы Вот люди все А она прямо вот в этих стихах Всё вот закрыто Зарыто И сложно Прямо по маленьким таким этим Да Шкатулочкам Вот всё уже есть И ответы там все есть Но они скрыты И есть такие слова Которые допустим Вы говорите Они никуда не попадают Мимо А есть такие словечки До сочетания Которые прямо в кровь записываются А я же не могу без этого Вот прямо люблю писать по крови Вот поэтому вот и прочитала Понятно В общем язык читался не от того Что семешек нагрылось Понятно Идём дальше Геннадий Да вопросы больше не принимаем Потому что время уже позднее И нам бы разобраться с теми Которые у нас есть Геннадий Романенко Вопрос в эфир Раскройте пожалуйста Образ сказок Колобок Репка Зайчья избушка Благодарю Всего вам доброго Приходите ещё Вот так вот Ну ладно Вот с колобком Давайте уже сразу Что колобок Это речь идёт о планете Земля И её разных стадий Да Тут всё коротко Теперь следующее Что у нас там Я забыла Репка Да Да Ещё есть Подождите А про яйцо Ещё курицу снесла А это не то Я уже совсем Там ещё курочку рябу Ты уже начинаешь Да Вместе с репкой скрещивать Генномодифицированные Эти Организмы создаёшь Да Да Уже всё Генномодифицированные Пошли Ну вот насчёт репки Я конечно Не думала Но я думаю Что любое Большое дело А репка Это как некое Большое какое-то дело Оно должно свершиться Когда Как-то мера исполнится Такое называется Исполнение меры Вот тот копал Тот Ой Становились все в ряд И потом Достаточно было Одной мышки Это как часы песочные Да Вот Там раз И перевернулось Всё Вот буквально Там осталось немножечко И как вот Эффект бабочки Этой Да Срабатывает То есть И она сработала Вот и всё А что там Третье Я забыла Ещё раз Заячья избушка Так А что же А вот это я даже И не помню Эту сказочку Ой Несколько вариантов Есть Самый простой Это когда Жил-был Заяц У него была Избушка лубиная У лисы была Избушка ледяная Весной избушка Весы растаяла Пришла на к зайцу Проситься Сначала на порог Потом на кроличку На порог Потом в дом Под печку И выгнала И там потом Разные звери приходили И сгоняли И медведь пришёл Она его изгнала Потом там Кто-то ещё пришёл И собака пришла В конечном итоге Пришёл С косой Петух Но они С зайцем Лису изгнали Вы знаете Вот у меня сразу То, что возникло Это связано С временами Вообще Какими-то тоже Периодами Вот и И как эпохами Да Такая эпоха лисы Может быть Эпоха волка Ну я сейчас условно И что побеждает Вот какой-то Определённой эпохи Которая связана С петухом Возможно Я даже могу Привязать эту сказку Вот к сегодняшнему 2017 году Например Но дело в том Что вот эти эпохи Они же повторяются Вот И похоже Что Вот лиса-то Как раз и заняла Избушку-то Зайчика Это нонче Вот А вот ждёт петуха Вдруг А ты знаешь Как часто Петуха-то называли Вот Разные были названия Но есть такая версия С точки зрения версии Будем говорить Вот Есть Чем петух обладает В отличие от других Голосом громким Да? Да, да И вот Как раз через голос Идёт пробуждение Идёт донесение Знаний И вот эти знания Которые пробуждённый человек В себя впитывает Помогут нам Избавиться от морока лисы Время которой уже прошло Уже прошло А всё Некоторые всё в мороке А уж голос Давно звучит А тут же Голос Звук Да? Вот это же Это же не просто голос Это волна определённая Да, да, да Которые достигают Проходят через всё наше тело Опять же через кровь И опять всё в кровь Да, вот кому что И начинается пробуждение Нового человека В старом То есть не в том смысле возраста Нет, извиняюсь А просто вот в этом В старом сознании Зарождается новое И оно начинает расти А растёт оно Вот опять в этой бочке Которая опять по волнам Вот тут всё завязывается Вообще Все сказки можно взять И завязать в один узел И они оживут все Надо понимать Что старый Никогда не было оскорбительным Старый От слова стар Звезда Да, звезда Это связано с космосом Это связано с мудростью Это связано Есть дряхлый Есть ветхий Есть старый Это разные понятия Это не просто стар Я суперстар Да, ну да Старый Это искажённое Наше древнее слово Вот поэтому Старый Это тот, который С-тар Тар – это звезда Тара Это полярная звезда Старый А Тара ещё Это богиня мудрости Богиня красоты Богиня помощница Вот отсюда Много слов идёт Поэтому старый Это который умудрённый Который достиг звёздного уровня Понимания И при этом не дряхлый Не дряхлый Не ветхий А если ты тогда не старели Собственно Они набирались мудрости Я про то и говорю Да Мудрый Вот это и старый А по поводу Вот ты сказала Обозвала так в очередной раз Нашу землю планетой Всё-таки планета Это иностранное слово Означающее Блуждающую звезду Мы всё-таки Не на звезде живём Мы живём на земле Славяне Русичи Всегда называли Землями Землями Земля такая-то Земля такая-то Поэтому вот эти Все словечки Вброшенные специально Которые Замутняют наш Разум И в морг У нас в мае Происходит от слова план Да Когда жрецы Определённые С иноземьем Собрались Они же ведь И постановили так Что они Построили план Который вот сейчас Магический этот план По которому И засунули нас В эти блуждания Но сейчас Наша земля Возвращается нам А планета То бишь план Вот этот Который записан В этих Не будем говорить В каких книгах Он разрушится Этот морг уйдёт Да Это так И мы называем Иные книги Иные То есть Не наши Иные Ещё говорят Наркоманы Плана накурился Да Вот здесь такое Плана накурился И всё Он ничего не соображает Вот дурман И кстати Вот про зайчика Мы-то про лису сказали Про петуха сказали А заяц-то что означает Если внимательно разобраться Заяц это безобидное существо В принципе Да Который вот там бегает Травку грызёт Лиса за ним охотится Волк за ним охотится Какие-то там птицы За ним охотятся Так получается Жил заяц В своей избушке Никого не трогал Пришла хитрущая лиса Которую выпендрила Которая стала им управлять И он обиженный Несчастный Сидит и плачет И в конечном итоге Пришёл тот самый С голосом Который рассказал Чего делать И помог зайцу Избавиться от этого морока Избавиться от этой Рыжей бестии Не про тебя имеется в виду Вот Избавиться На самом деле я блондинка Да Я блондинка Вот Нет Нет Просто я правда Хной Уж приходится уже Знаете Оправдываться Понятно Ладно Не надо Ты красавица Я понимаю Нет Я просто светловолосая С детства Но потом Решила себя Вот Как это Ещё светлее Сделать неправильно И потом пришлось Кною же красить Чтобы волосы Назад вернуть Обкарналась Короче Короче Вот возвращаемся Всё понятно С блондинкой Всё понятно Не переживай Всё Как это говорит На старушку Не с точки зрения Старости Дряхлости А старушку мудрости И бывает Проружка Да есть такая То есть вот бывает Ну что Ну всякое Пришлось кною поправить Ничего страшного Это всё нормально Красиво И никуда ничего не делось Я про другое Я про зайца Всё-таки говорю И вот зайчика Который вот так вот Который довёлся Состояния Такого вот Зайчатинки Вот как раз Это сказка И она была Написана так Не так давно И она намекает На определённые Ситуации Которые с русским народом Возникли И вот должен был Появиться Тот самый Петушок Золотой гребешок Не тот Который там Который пробудил Они с зайцем Эту вот лесу И изгнали У нас в слове Даже заяц Есть буква С Которая означает Ци То есть энергия Да Вот это собственная Энергия собственного Я Которая должна пробудиться И когда у человека Пробуждается Это внутренняя Внутренняя энергия Не внешняя А внутренняя Вот тогда он Все начинает Рассекать И тогда он Не то что лесу От этой лесы Не останется Ничего Полетят Клочки По закоулочкам То есть Соединяются Вместе Мудрость Заяц Вообще Это символ Плодородия И вообще Заяц Тоже Силой хитрости Он был В русских Народных сказках Просто потом Это как на лесу Все перешло Там много было Что с зайцем Связано В том числе И мужского Вот этого Ну понятно Чего Вот Поэтому Заяца Много чего связали Но кротость Его Вот эта вот Трусость Она без голоса Голос Это проявление Рецы Мудрости С продвижения Словесности Как раз соединения Даст тот самый эффект Когда Вырвется Заяц Вырвется Сила Скорость Энергия Голосы Чтобы открылись У зайчиков Все голосы Именно Именно Чтобы все произошло Так что ждите Ждите Вернее не надо ждать Как говорил мудрец один Она отвечала на вопрос Долго ли ждать Когда наступят светлые времена Если ждать То долго Нет Они на самом деле В нас внутри наступили А не где-то там Тьма А там снаружи А внутри Вот Вообще В общем нужно просто проявить То что наступило Теперь необходимо Просто уже в мир проявить В мир яви Проявить Да Все внутри А потом уже и снаружи Конечно Конечно Пришло время Дальше Очень скоро уже К Буяну острову Уже Вот подходит Сейчас упадет Бочка развалится Оттуда Ведон выйдет Со своей матерью Так что все нормально Все хорошо А там и 33 богатыря Там и царевна Лебедь Там и много чего другого Идет по плану Самое главное Все идет по плану Идем дальше Псих Так он себя называет У нас постоянно В чате Вопрос задает в эфир Здравия По-вашему Кто станет Иваном дураком В кавычках У нас в России Какой сложный вопрос Я наверное Этим конечно Вот внимательно Наблюдаю Кто же может Стать Иваном дураком Кто может В себе Вобрать Всю энергию рода И вообще Всего народа Да Кто может Таким человеком Стать Пока Вот Как это сказать Пока я Таких людей Претендентов Много Они ко мне Все приходят Так что Вот Но я вот смотрю Все Как это сказать Жидки пока Да Жидковатый То есть не получается Ведь В человеке Должна быть Такая плазма И опять Современный язык Физики Употребляют Должна быть Такая внутренняя Сила Открытая И он конечно Должен не зависеть От материального И бы не гнаться Незачем Что Это как магнетизм Который Которому бы Притягивались Все люди И Они чувствовали бы Это на расстоянии И пока Такого магнита Настоящего Пока Ну и опять Словами таким Пока Такого молодца Пока еще Готового нет Но готовятся Ведь Готовятся В печке Жарятся Пока Кто же его знает Посмотрим Претендентов Много таких Не один же Такие Выходят Идут много А кто-то один Все-таки И станет им Обязательно Вот Через мои руки Прошло очень много Разных Людей Подобного плана Я их Встречаю С ними Разговариваю Смотрю в глаза Вот Думаю Потенциал Как бы Чувствую Есть Такие Разные Ну вот Ну пока Еще никто Готового нет Рановато Еще рановато Еще бочка На остров Буян Не упала Так Понимаешь Еще он Не убил Эту Как ее Черного Этого Не выстрелил Еще Коршуна 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 Рановато Чуть-чуть рановато Ждем 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 Будет Выброшен На берег Ждем Ты не Коршуна Сгубил Чародея Погубил Так Дальше Голос Вот Самое главное Чародейство Да Вот Оно пока Процветает И Ладно Про чародейство Сейчас не будем говорить Хотя там Множество образов И не все Не такие страшные Как и слово Колдун Тоже не такое страшное Если внимательно Его посмотреть Вопрос Что и кто делает У нас как Так все однозначно Плохо Хорошо Плохо Хорошо И вот так Вот нарубили Вместе У любого понятия У любого понятия Есть две стороны Конечно Сторочку отодвинули Темное Сторочку отодвинули Светлое Да У нас Я могу сказать Что тот же Георгий Победоносец Он на самом деле Змей-то убил Где? В себе Ну это уж ладно Он же не на стороне Его убивал А он убил Его в себе Ну кто же знает Вот будем ждать А вдруг Вот у нас тут Кто-нибудь там Наверху тоже возьмёт И как-то Да и победит Чего-нибудь в себе Надеемся Верим Пока Вот поговорили Мы с тобой Говорили нам с тобой Про голос И голос написал Вопрос в эфир Голос так он На себя представил Расскажите, пожалуйста Что такое пекло Помогите осмыслить Что это Вот у меня отец В детстве Всё время говорил Что ты поперёк Батьки В пекло лезешь То есть На самом деле Пекло Это не то Что там В христианстве Это отбросим всё Вот я долго Тоже спрашивала Папа Что такое пекло У меня даже на эту тему Глава целая В книге есть Вот И вот он мне рассказывал Он говорил мне о душе Которую нужно Ну это моё понимание Да О душе Которую нужно беречь Страшно И значит Что она и тонет Там Это целая глава Это же целая жизнь Прожитая У меня отец был Такой искусный Товарищ Вот И она в огне горит И вот Он мне давал Всякие загадочки Что ты поперёк Батьки В пекло лезешь Не зная броду Там Что ты Куда ты идёшь Короче Куда ты сама идёшь Даже не разобравшись Что к чему Если ты попадёшь В пекло Как раз Для меня Вот это осталось Таким образом Что если человек живой И в нём живая душа То он Знаете Он мне такой эксперимент провёл Вот говорит Дом горит Что ты будешь делать Вот Ну я значит там Засуетилась А он перед этим Мне сказал Что нужно беречь душу И даже я в детстве Маленькая была Спичек боялась Что вдруг душа сгорит Вот так он меня напугал Что вот душа Она там от малейшего Чего-то сгорает И вот дом горит Что ты будешь делать Я говорю Вот зайду Там спасу свои книжки Там ещё чего-то А он мне как раз И сказал Что прежде чем Сделать какой-то шаг Нужно сесть Заглянуть в своё сердце И делать шаги Только тогда Когда ты Определила Это сердцем Если ты это сердцем Не определила То любой твой шаг Это будет попаданием В это самое пекло Вот То есть как бы вот Это всё Он не разъяснил Он не разъяснил Возможно Есть какие-то Другие вариации Совершенно То есть Ну как вот пеклом Называли Это где самый большой огонь Где самая большая борьба Где пик всего Ну допустим Пойти там сегодня На какую-то площадь Где там собрались все люди И вот это вот Всё варится там Это попасть в пекло Вот То есть И каждый делает Свой выбор Нужно ли ему Вариться в этом котле Или может быть Не лезть поперёк Батьки в пекло Если отец сейчас Ну создатель Решает какие-то вопросы То прежде чем Сделать какой-то шаг Когда вот Когда работает отец Создатель Бог То может быть Прежде чем сделать Какой-то шаг Лучше сначала Посмотреть в своё сердце Стоит ли это делать Ну вот так что-то Не знаю Понятно Ну я вообще Всегда рассматриваю С разных Взглядов Различные слова И выражения Есть пекло Которое Например в печке И там что-то печётся Потому оно и пекло Есть пекло В переносном смысле Когда что-то Завертелось Закружилось Вот ты сказала Там на улице Что-то происходит И народ собрался И начинает там Что-то делать Пекло Есть пекло Военных действий Есть пекло Иномирия Пекельные миры Так называемые Это не ад Это пекельные миры Нашего мировоззрения Куда вот Необходимо Очиститься Когда Если душа Здесь что-то на себя Лишнее набрала Необходимо Прежде чем К своим родичам Вернуться Вот сначала Очиститься там Себя смыть Это сбрось Ну типа Баньки Такой То есть Не париться Там на сковородках Как это нам Рассказывают Да А просто Зайти туда Смыть Очиститься При помощи Священного огня И так далее А есть пекельные миры Которые всем этим Заведуют И которые В общем-то Здесь представлены Для того Чтобы испытывать людей И постоянно Какие-то там Занозы В одно место Вставлять И здесь Что-то устраивать То есть Пекло Это многогранное Такое представление И оно однозначно Представляется Только Каким-то людям Которые не совсем Понимают Как устроен этот мир То есть Которые делят Хорошо-плохо Все По-другому У них не может быть Не может быть Понятия Что Сворачивается Да-да-да Ну как в Фаусте Вот есть сила Которая Сотворяя зло Она творит Добро Она вот Направляет куда-то Вот примерно То же самое И здесь Пекельные миры Это враждебные нам Миры Но если бы не было Этих враждебных миров У нас бы и не было Здесь на земле Какого-то движения Потому что Некоторые люди Здесь очень сильно Любят расслабляться Достаточно В этой Как мне говорят В этой тюрьме Слишком комфортные условия Чтобы Чтобы жизнь Малины не казалась Вот Такое здесь Вот это появляется С такой вилкой Да И начинает Там чего-то кому-то Делать Вот Человек Если он останавливается На своем пути развития Нужен какой-то стимул Это палочка такая Застренная Сти Палка Мул Это Понятно Такой Полу Лошадь Полуосел Кого на этой палочке Гонять Вот Когда человек Останавливается На своем пути развития То ему приходится Этой палочке Куда-то тыкать Чтобы он дальше пошел А разумный человек Здравомыслящий Тот Который понимает Своё предназначение В жизни Он никогда не останавливается Он движется Он сам находит себе И сложности В этой жизни И их преодолевает В этой жизни И так далее А вот для тех Которые останавливаются Вот такие чёртики И нужны Поэтому пекло Здесь тоже нужно Для предназначения И пекло Во всех смыслах Но без пекла Не ту же самую репу Не приготовите Если вы не сыроед Или что-то ещё Не сварите Не пожарите Пекло нужно Огонь нужен Он тоже в пекле Из пекла Это такая стихия Очень важная Поэтому Не относитесь однобоко Ко всему Что вы видите Смотрите целиком На этот мир Вы тогда сможете Применять То, что вам раньше Казалось что-то плохое В благих намерениях В благих целях А не просто так Это ругать И так далее Но это как-то Вот так вот Ну да Это довольно Такое понятие Обширное Поэтому его нельзя Там взять И однозначным Каким-то явлением Описать Это невозможно Это многогранное Очень Совершенно верно Всё Идём дальше Чтобы Тебе как уже К предсказательнице Раз уж Ты там себя назвала Кем-то таким высоким Да Вот пожалуйста На тебе Получай Вопрос не по теме Вера Питерская Так Вопрос тебе пишет Эфир Что будет с Питером Этим летом Когда будут сбрасывать Биологическое оружие На Питер В какие даты И куда бежать Чтобы спастись Ленинградская область Подойдёт Что ты за голову Хватаешься К тебе Вот посерьёзно Обращаются Не смейся Понятно Тут уже вопрос Вот такой К стенке поставили И всё Отвечать Значит Я могу сказать Одну вещь Есть на свете Много Всяких явлений И оружие И биологическое И химическое И психотронное Оружие Которое сейчас В Москве У нас много чего стоит Но Пусть она меня Попробует понять Каждый человек Который Имеет душу И создал Вокруг себя Свой собственный мир Вот знаете Один человек Там прошёл На него упало И его убил А другой А другой Тут же прошёл На секунду Опоздал И его не тронуло Точно так же И с другими явлениями Даже если Куда-то Где-то Скинут Какое-то оружие Если человек Живёт Так скажем В Боге С Богом И вокруг него Создано Вот это Назовём Аура Не аура Пространство То Вот допустим Кого-то поразит А он пройдёт И с ним Ничего не будет Он будет Не тронут Вот Потому что Мы не только тело Ну 5 же процентов Всего тела Занимают Остальное Мы являем собой Разные Очень сильные Энергии Даже Я вот точно знаю Что Я сейчас приведу пример И всё будет понятно Наверное Ещё маленькая девочка И будучи уже Да там С Богом В войнах Определённых Я там С одним мальчиком Я сейчас приведу Очень тяжёлый случай Но всё будет с него понятно Мишей Его звали Миша Мне было 6 лет И ему было 6 лет Взрослые сказали Что вот есть грибы хорошие А есть бледная поганка Она самая страшная На свете от неё помирают Вот Естественно Я сейчас не помню Кто Может это я Простите Или может он Но мы вдвоём решили А почему бы нам Не попробовать помереть И вот Для этого Как бы нам не поесть Этих бледных поганок В 6 лет Да И вот мы вместе По-братски Начали есть Напополам Разделяя грибочки Съели По-моему Парочку Или один Я сейчас не помню уже И вот знаете Вот у меня даже не вырвало А он умер Что это такое И я ела поганку Правда ела И он ел Честно мы съели Напополам Вот он умер А я осталась жить О чём это говорит Я долго надо Я всю жизнь над этим Размышляла Я себя винила Вот моё первое Пожалуйста Такое участие В неком убийстве Да В 6 лет Ну вот Причастна Каюсь Но это дало мне повод Для больших размышлений О том Что каждый человек Если он Он может быть невидимым Он может в тот момент Когда допустим Будет сбрасываться Вот эти вот Допустим Какое-то страшное оружие Или там Какие-то яды Если он В этот момент Будет Помнить свой род Своих предков Своего Бога И быть В этом состоянии Я даже уверена Вокруг него Какая-нибудь Капсула Образуется И перенесёт Его в другое пространство И в другое время На это время А потом Может вернёт обратно То есть Вот только так Я предлагаю верить Но Если верить Что надо бегом Спасать своё тело Бежать Куда-то В Ленинградскую область Понимаете Бросать свой дом Там ещё чего-то Ну То есть Вот знаете Что я хочу сказать Вот если Город Ленинград Решили угробить И всех людей убить А я что Жива хочу остаться Нет Я лучше вместе Со всеми погибну Но это моя позиция Потому что Ну а как Какая у тебя Интересная позиция Понятно Хорошо Я согласен Я считаю Что Бог Бог Всегда рядом Он гораздо ближе Чем мы все думаем Он просто настолько близко И он нас спасёт Природа Это тоже Вот она же имеет Эту силу огромную Просто закроет Спасёт Всё Я с тобой согласен С тем Что кому суждено Утонуть Тот не сгорит И так далее И во-первых Почему Надо задать вопрос Себе У вас Такое предчувствие Что должны Именно Вас Каким-то образом Травить Именно в Питере Травить Да Разговоров много идёт Вы этого Заслуживаете Чтобы вот Такой смертью Умереть Уйти от жизни Умереть всегда Всё равно Когда-нибудь придётся Но именно Вот здесь Именно Биологическое оружие Что вам необходимо Умереть Просто задумайтесь Вам это надо Вы в этой реальности Находите Вы создали Все ситуации Для того Чтобы вам Именно так Из жизни Уйти Именно в этом месте Или нет Просто обдумайте Всё это И вполне возможно Что через свои мысли Мало того Что вы Если вам Да Я к этому веду Мало того Что вы сами Не погибнете Вы ещё спасёте Других людей Которые просто Этого не осознают Но вы поймёте Что не нужно Это Или наоборот Вы поймёте Что да Нужно И тогда скажете А вот Хорошо Я готов Я готова И всё нормально Как эти Хорошая фраза Баба-яга против Да Просто У нас Куча сект появилась Которая там Предсказывает Конец света Тогда-то и тогда-то И сами себя И травили чем-то А кто-то И специально там Создавал условия для травки Так что здесь Просто Создавайте Только мир Скажите Как её зовут Кого? Девушку? Вера Вера из Питера Питерская Вера Питерская Да она же Вера Сама О чём она думает Вообще Как веришь Так и будешь Вера Если ты захочешь Чтобы никакого Биологического оружия Никто не сбросил Ты только захоти Поверь И ничего этого не будет Вот и всё Всё в тебе И не зря И не зря она написала И не зря Её Вера Зовут Это очень сильно Надо захотеть Очень сильно А я присоединяюсь К ней Ещё раз Надо понять Что вы Если это желаете Это произойдёт Если вы считаете Что это не должно Произойти По каким-то причинам Зависящим От вас То этого Не произойдёт Просто нас Приучили Что от нас Ничего не зависит От нас зависит Всё Вообще Всё Спасибо ей Что она мне сказала Я глубоко против Вот я против Не принимаешь Не произойдёт Не произойдёт Потому что я против Баба Игорь против Всё Хорошо Анна Так и передайте Там наверху Ребята Тут товарищи Не согласны Вы обдумайте Свои действия Если я не согласна То извините Вот и если ещё Кто-то не согласный Ничего этого не произойдёт Понятно Идём дальше В общем мы всё сказали Идём дальше Анна Бондаренко Из Ютуба Реплика В регрессе человек Должен находиться Только в осознанном состоянии Загружаться Нужно только С кристальными мастерами И только в свою матрицу Которая рассчитывается По таблице Пифагора Вот что такое Регрессивный гипноз Идём дальше Ой, Алексей Просто быстро Да, конечно Как определить Кто кристальный Кто не кристальный Это опять А судьи кто За древностью лет Это очень сложно Насчёт осознанности Правда Нужно быть всегда Осознанным И тогда ничего не случится Даже если тебя поведёт Туда какой-нибудь Этот Кристальный человек Да Некристальный человек Всё равно Если ты осознаешь И скажешь Нет в какой-то момент Вот это слово Да и нет Открывает и закрывает Это два волшебных слова Нет Я так не желаю Всё назад Согласно Великому космическому закону Закон о силе действия Действия В пределах Великого закона Я это не желаю Всё назад И я могу повернуть Всё время назад Вернуться назад Стереть Вот это И всё И всё вернуть Так как было Ну это вот Понятно Да Всё Ответ вот он ясен Ну здесь Свобода воли Свобода выбора И так далее Если ты с чем-то Не согласен То ты имеешь право Всё вернуть Но правда Надо ещё знать Другой закон Недопущение То есть Проще не допустить Нежели чем потом возвращать Ладно Идём дальше Денис Крайнов Из Ютуба А кому молилась Жанна Дарк? Ну вообще Там я конечно С трудом сейчас вспоминаю Сейчас вспомню Так церковь Ага Она молилась Ей являлись голоса Некой Святой Екатери Катерины И ещё какая-то Подружка там с ней Была двое Вот Она не знала Катерина Это не Катерина Кто это такие Но она была Настолько Привержена вере И она была такая Вот её тянула же В церковь Она же была Очень-очень Любила Бога Из-за этой любви Она и пострадала Я думаю Что она Молилась Не тем силам Ну это понятно Женщик Иначе Разве светлые Разве светлая сила Когда-нибудь предаст Кого-нибудь Да вы что Если предаст Значит всё понятно Светлые в тёмную И никого не используют А здесь просто Ей поигрались И в тёмную И использовали Ладно Вообще ужас Просто Эта тема Для меня Самая больная Была Сейчас Слава Богу Я успокоилась Через много лет Ладно Хорошо Что успокоилась Не будем теребить Теребить и прочее Идём дальше Александр За чья Разве туба Реплика Волхвы То только На Руси Были Так Русь-то была По всей плане Ой По всей земле Земля-то вся наша Ой Не так Подождите Вот всё время Земля была Русская Ну меня сейчас Могут обвинить Я же боюсь тоже Знаю Знаете Давай не бояться Просто раньше По одним из преданий Вся земля Наша земля Называлась Русь Да Вот и всё А Расья Она была Русь То есть светлая Русь переводится Как светлая А ещё Рассея Это солнце сеющее Рассея Ещё была Рассеяния Это где Где наши предки Рассеялись После очередных Катаклизмов То есть много Было названий Но суть в том Что волхвы В общем-то Были в своё время Практически По всей земле Есть такой ещё Как бы стручки Мы сыновья Мы сыновья Большой медведицы Пылинки слёз Которых свет Небесных глаз Мы сыновья Большой медведицы И память звёзд Нам возвращается Лучась Так называемые Гипербореи Откуда они пришли То есть это же Всё это Всё это записано Всё это есть И надо понимать Что был один народ Было Даже не народ А всё это Были просто Да Были просто Человеки Однопорядковые А потом Конечно Уже появились Разные иноземья Ну и начались уже Процессы Другие Но Русь Она везде И она остаётся Везде Куда ни глянь Везде земля Русская Александр Македонский Если вы Посмотрите его Грамоту Там написано От края Вселенной До края Вселенной Всё Земля русская Македонского Грамота Так гласит Вот И среди Китайцев И среди Африканцев Среди всех Национальцев Везде Есть русские Смотрите В любой Стране Есть те Кто знают Русский язык Есть такие Даже племя Где-то обнаружили Что приехали Туда Куда-то Вообще В глухую Австралию А там На русском языке Говорят Вот Индия Вот Санскрит Это же вообще Русский Один в один Только Кое-что Тут сейчас В русском языке Потеряли мы А они Сохранили Если у нас Чашка То у них Чаша Ака То есть У них За каждым Гласным Идет согласный Что такое Гласные Согласные Звуки Это же Входы Это коды Гласный Звук Это тот Который Слышал Глаз Космический Божий А согласные Вот это К нему Присоединились Эти все Потом и глухие И слепые И такие Секие Вот Это все Народ Это все Присоединялись Согласные Голосы Не слышали Но Соглашались С гласным И соединялись С ним И получались Слоги Но это Длинная история Это вообще Как бы Уже в другую Сторону пошли Уже пошли По поводу Языка Звуков И всего Такого Поэтому Где есть сказки Там и язык А где есть язык Там и звуки А где звуки Там вообще Образы Ну ладно Язык живой Живо Так называемый Который Животворит А все Вот эти законы Которые Понаписали Вот это вот все Как можно написать Закон для того Что каждую секунду Изменяется Живая душа Она наполняет Все вот это Как это Как для нее Какие законы Она и так живет По законам Высшим И она не может Свершить что-то плохое Законы это написали Уже потом Я не знаю Для чего Для кого Когда все изменилось Вот А вообще Все живое Все дышит Мир дышит Все живое Каждый атом Вот у меня Я так отношусь Что куда не посмотришь Ведь все живое Ведь все это Имеет разум Ведь все это Излучает Вот таким был мир Он весь лучился И человек сам лучился И потом он говорил Лучистый человек А потом вот уже Затемнение произошли Некие Но идем Все равно К лучезарности Конечно Но я хотел сказать Что Русь Еще одно понятие Это свет Это светлое Вот там где есть свет Все это Русь И Русы Это те Которые люди светлые Не только волосами Но и светлыми мыслями Светлыми помыслами Которые продолжают Творение Продолжают творить Продолжают То То исполнять Задачу Которая перед ним Поставлена Света От света Я вам еще скажу Вот это Русь Этот свет Это люди с душой Которые были первородными То есть благородными Первородными Благой первый род Который сам Создатель сотворял А потом уже начали сотворять Не только Создатели А все кому не лень Вот И понасоздавали Вот кстати Опять Сейчас просто закину мысль А пусть сами там смотрят Вот в Библии Там и в этом пишут Что Адам и Ева Да Соблазнение Ну и так далее На самом деле В Торе-то все по-другому Написано и в Каббале Там было два Адама Адам Кадмон и Адам Решон У одного было Один был божественный Сделанный самим Богом И у него жена была богиня А другой был сделан Из ребра Евы Это уже другой род В которого нет души Поэтому есть люди То есть на земле есть существа Которые находятся В физических телах Но у них нет этой живы Нет этой души Они И поэтому они Даже когда они совершают что-то У них нет связи с предками Нет совместной вести От предков Они даже не имеют Как это сказать Ну не кают Не ощущают Вот того Что они неправильно поступают И поэтому такое творится И сейчас вот Вещенствуют именно Эти сущности Существа Которые не имеют души Не будем сейчас влезать Ни в библейские Ни в каббалистические Разборки Да Это как бы Их внутреннее Такое дело Пускай они там Да Занимаются Эти вопросами Хотя об этом Конечно можно поговорить Но не о том Мы сегодня говорим Про Русь Про сакральные знания Которые скрыты В сказках Так что Про образы И так далее Идём дальше Единственное Что мне хотелось бы Так это дополнение Сказать Что всё-таки Гиперборея Это иностранное Опять же слово Гипер Это за Борея Это ветер северный Вот за северным ветром То что существовало В древности Там было много названий Даария Арктида Северия И так далее Поэтому мне больше нравится Да Всё на Сибири Да Мне больше нравится Наше всё-таки Славянского происхождения Нежели уже искажённые Какие-то Якобы греками Якобы Которых никто Никогда не видел Ну ладно Дальше Стерео Лег Так написал он Задает вопрос Здравия всем Вопрос к вашей гости Что это была за война В древности Почему Арии Приняли бой И почему проиграли его Благодаря Благодарю за ответ Хотя слово Проиграли Мне кажется Здесь не к совсем месту В войне всё-таки Не проигрывающие Побеждённые бывают Потерпевшие поражения Игра Это несколько другое Хотя вся наша жизнь Игра Но всё-таки Если называть вещи Своими именами Всё-таки В войну невозможно Проиграть людям Которые в ней гибнут Проигрывают короли Цари и прочие Которые людей На бой не уведут Вот Космическая битва Да Космическая битва Богов Демонов Назовём так Богов И дело в том Что Боги Наши боги Они очень добрые Они прямодушные Они Ну как это сказать Это само Ну Само сосредоточение Света и добра И наивности С другой стороны Ну трудно описать Ну там много чего Есть И когда Было допущено Такое Непроигрывание А именно такой Результат Неправильный Это было Так нужно Это допустил Главный бог Так скажем Назовём его Или все там Главные боги Не важно Для того Чтобы Вселенная Наша И мироздание Получили Определённые Знания Уроки И развивались Для Вселенной 10 тысяч лет Это Может быть Совсем Не так уже много Для людей Конечно Для нас тоже Потому что Вот мы Сейчас В себе Раз вдруг 10 тысяч лет Ищутили Что это один миг Мы же ощущаем Это в себе Поэтому Всё это было Допущено И позволено Потому что Бог Допустил это Сварок Допустим Ну пусть будет Сварок Это было Допущено Специально Для того Чтобы Сделать Новый виток В развитии Тех дальних Как это сказать Галактики Всего того Что есть Вокруг нас Чтобы дать Всем свет И развитие Вот через Такое Разбиение Самого себя Через На самом деле Это Самопожертвование Кстати Баба Яга Это тоже Жертва означает Это Самопожертвование Было Произведено Такое Ну как Вот Если допустим Я большая Умудрая И вот Приходит Ко мне Ну такой Человек Который Неразвитый И слабенький Ну умом И так скажем Недоразвитый Ну как Я же ему Уступлю Я ему Просто позволю Даже Ну себя Скажем Победить Чтобы он Потом понял Что-то То есть Это такое Благородство Это Самопожертвование О котором Трудно Даже пока Рассуждать Но оно Существует И Яга Тоже Она Это Приносит Себя В жертву Это жертва Без этой жертвы Ничего не будет Хорошо Ну Может Слово Жертва Не годится Как же Это сказать Ну такое Отдать себя Да Ну я вот Человек тоже Можно сказать Такой Дающий У меня Я дающий Человек А ребенок Он берущий Вот если Есть там В дальней Галактике Какие-нибудь Существа Которые пока Еще вот Берущие То дающее Существо Вот Отдаст себя На растерзание Да Условно говоря Во имя того Чтобы те Стали развиваться Как-то Может так Если мы слово Жертва Разберем внимательно Мы увидим Что ничего Из такого Страшного И кровавого Нет Потому что Если переводить Так вот По образам Буковицам То получается Довольно-таки Жизнь есть Рекущие Твердо Ну там дальше Есть варианты Ведания Ведания азов Азов Это понятно Кто Это бог Проявленный Человеке Так что Ничего страшного Нет И бог тоже Чтобы самому Ему набраться Чего-то И дальше Он тоже Приносит Вот эту жертву Он отдает Себя людям И его жертва Так велика Что ее невозможно Увидеть И осознать Поэтому человек Иногда может Там на бога Наезжать Условно говоря Как я в 6 лет Уже наехала Ну откуда же Мне было знать Я была маленькая Вот И я хотела Чтобы может быть Хотела Чтобы бог Мне подчинился А он что-то Вот не делал Так как я хочу И тогда я вот А вот так вот Войну объявляю Потому что Я была ребенок В общем Ты была Если переводить На те языки Которые ты упоминала Израилем То есть богоборцем Ну да В 6 лет Да Я была Прошла эту стадию Да-да-да Ладно Тут вопрос такой 3 часа прошло Что Время вроде закончилось Мы с тобой продолжаем На вопрос отвечать Или заканчиваем Как у тебя настроение Ну давай же Людям ответим Что же Хотя мне тут Втянулась Да Ты втянулась Короче Да Хорошо Идем дальше Итак Сергей задает вопрос Здравия А Кощей Это отрицательный герой Читал Что слово Кощей От слова Кость Кость рода Устойчивое слово Такое у тебя представление Словой Кощей Ну вообще-то Вот у нас Кощеево царство И Тартарары Да Это же Совсем Как раз идет Тоже из древнего славянства И Кощей Вовсе не считается Это потом В сказках Он почему-то Стал плохим героем Но на самом деле Это не плохой герой Это Это действительно Какая-то основа Это как у дерева корень Я думаю Вот так можно сказать Но это мое понимание Какие-то люди Могут по-другому Это расценивать Есть много Тоже разных Интерпретаций Но в сказках Я как думаю Перевернули все И сделали Из этого Из этого Вечного Да Еще вот Насколько я понимаю После этой войны Огромной Вообще Все понятия Были перевернуты Пришли такие люди Нехорошие Или как-то Нелюди Перевернули все Черное сделали Белым, белое-черным Поэтому Для меня Кощей Это 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 сила Которая Являет собой Такую очень мощную основу И почему он Бессмертный Почему он Бессмертный Ты знаешь Я думаю Что слово Кощей Также неоднозначно Поскольку Существует Множество Написаний Этого слова И Если мы Например Пишем Кощей Это одно Если пишем Кошей Это другое Если пишем Ка-щей Это третье Вот есть Те которые Уничтожают Что-либо Есть те которые Объединяют себе Что-то Есть те которые Накапливают что-то Поэтому Кощей Есть разные Есть Кощей Представители Пекельного мира Как и Одни из самых Главных Есть Кощей Те которые Являются Накопительным Неким капиталом Который Собирает что-то А есть Кощей Те которые Подчиняясь Чему-либо Как двигатели Выступают У нас Но Так получилось Что двигатели Сами по себе Работают А водители Почему-то Сидят в сторонке И смотрят Как эти двигатели Внутри Какого-то трактора Все на своем пути Сносят Потому что Они работают Трактор Движется Вперед А потом Кричат Ай-яй-яй У меня Мой дом Снесло Так где Ты был Водитель Почему-то Эту стихийную Силу Не обуздал Почему-то Кощей Не направил В нужное Место В нужное Направление Пускай бы Он Дороги Строил Просеки Пробивал Где нужно Он же Двигатель Он двигает Он должен Это делать У него Такое призвание Почему Этот Кощей Властитель Чёрных Он разрушает Всё А почему Ты это допустил Почему Ты не сделал Противовес А почему Этот Кощей Он накопил Кучу И с нами Не делится Да потому Что ты Всё оставил Потому что Ты Ванька Всё проспал И он Просто взял Это всё дело И к себе Присвоил До поры До времени Ты заяви Права На своё Злато-серебро На свои Богастые Достояния В высшем смысле Этого слова И стань Тем мудрым Мудрецом Превратись Из Ваньки Дурачка В этого Царевича Великого Который Начнёт управлять Царём В голове Здесь И вообще Станет царём С хорошей Большой буквы В своей державе Давайте вот так Рассуждать Поэтому Кощей Разные И много У них Вариантов Проявления Идём дальше Есть страна Тартария Так называемая И вот Есть такое Понятие Древо жизни Древо желаний Древо рода Вот этот корень Это огромная Сила Сила Корня Да Этот корень Есть этот Кощей И он Может С одной стороны Он может Как он должен Питать Это древо Чтобы оно Росло И давало Плоды А если Что-то Случилось Что древо Разлучилось Со своим Корнем И что-то Не так Пошло То тут Подключаются Ваши Все мысли Твои Все мысли Да То есть Нужно Руководить Этим Процессом Это так Идём дальше Тимофей Вопрос в эфир Что вы можете Сказать о таком Сказочном Герое Как Садко И его волшебных гуслях Похождениях В подводном царстве Это вопросы какие Ну подводное царство Это же понятно Что это другой мир Да То есть Садко Это человек Который Искал счастье В других землях То есть Он Уходил в другие миры Но Но Все равно Он потом возвращается И находит счастье Только у себя На нашей земле На этой мир То есть у нас Находит На земле Вот насчёт Гусли волшебные От которых Всё плясало Ну здесь у меня Вот как бы Есть такие опять Ассоциации Что верховный бог Шива У него было Саша Как называлось Это когда он Гармонизировал Вселенную Как это у него Такой барабанчик был Волшебный Который он Когда начинал Вращать Он этим барабаном Всю вселенную Начинала Гармонизироваться Приходить В гармонию И в радость Вот гусли Это похоже Что вот Как он назывался Я что-то забыла Что это именно Есть Это такой инструмент Это внутренний Скорее всего Инструмент Который Который Приводит Который излучает Такую волну И она Приводит Вселенную В состояние Гармонии Вот так Гармонизатор Назовём Ну У бога Шивы Вот это совершенно Как же Саша Как называлась Вот она Просто мы забыли Вот такой барабанчик Который не мог Там поднять Никто Только Шива Мог его держать И он принадлежал Только ему И он Когда он начинал На этом Вот так играть То Вся вселенная Его слышала И гармонизировалась И радовалась Вот И получается так Если садко Обладал Такими гуслями И ходил По другим Землям Значит У него Была Какая-то Сила Которая Просто От бога Самого Дана ему Это Немыслимая Сила Это Не простой Человек Какой-нибудь Садко Это Конечно Под этим Образом Скрывается Некая Божественная Сущность Надо Разгадать Какой Полубог Я думаю Что он Не бог А полубог Скрывается Под Садко Под героем Надо Посмотреть Просто Само Садко Садо От слова Это Высшее В Индии Это высшая Ступень Служения Человечеству То есть Садо Это когда Уже Все Прошел И уже Выше Не бывает То есть Уже Совсем Приблизился Уже Почти Стал Вот Подобен Богоподобное Существо Благодарю Дальше Еще Несколько Вопросов Осталось У нас Ярослава Репликовый эфир Находится Чтобы удерживать Мир в равновесии Руки Вот так вот Сделать Да Без Одного Невозможно Другое Без Чернобога Невозможен Белобог Без Белобога Невозможно Чернобог Белый Бог Это Как раз Сива Бог То есть Как раз Сивы Это Может быть Одно Из Апостасей Белобога Проявление Его Тот Который За свет Отвечает Продвигает Помогает Людям Что-то Познавать Продвигаться И так далее Бог Являлся На землю Он же Находится В других Мирах Но являлся На землю Людям В определенном Очень Гигантском Образе Вот этого Святогора То есть Который Приходил С горы Меру Святогор Был ростом Как описывали Когда он Шел по земле Земля Дрожала То есть Это великан Какой-то Был И людям Он являлся И он Помогал То есть Он материализовывался Из На земле В физическом Плане Как очень Большой Богатырь Ну да В карман Он клал Ивана Ивана Муромца Вместе с Конем Своим Такой большой Был Дальше Александр Зочияр В эфир Да Мария Если Занимаетесь Медитацией Обратитесь Своим Духовным Наставникам Чтобы Показали Ягло Ваше Вам Вот Такое К тебе Предложение И дальше Обязательно Это сделаю Александр Зочияр Дальше В эфир У каждого Оно Разное Его Можно Использовать В целительной Практике Вводить Его В сушу Сушумну И осветлять Ауру То есть Выжигать Негативную Энергию И вот Ещё У нас Вопрос Анна Бондаренко Из Ютуба Реплика Даже не вопрос Мария Напоминает По внешности В энергетике Розу Сваху Из передачи На первом Давайте поженимся О господи Я даже Дело в том Что я не смотрю Телевизор Вообще Поэтому я Слышала Что есть Да И кстати Я писала Даже статью О том Что вот Две Нехорошие Женщины Которые Занимаются Продажей Продажей Женщин И мужчин И крайне Негативное Отношение У меня Лично Ко всем Этим Вот Женщинам Одна Там какая-то В фильме Играла Лариса Я помню И вторая Да Я Очень Негативно Отношусь К ним Очень Я считаю Что это Просто Торговля Это называется Сутенерство Да Да Вот Совершенно Точно Если я Похожа Ну что Что мне же делать Чтобы изменить себя Я не хочу быть похожей на них На сутенёров Нет Там за тебя Заступили Сказали Что ты себе Не делаешь Дополнительных Увеличений Объёмов Разных Женских мест В отличие от тех Барышень Которые там сидят Вот это было написано Все слова Я дословно не перевожу Куда там тебе Силикон закачивают Вот Так что Всё-таки Отличия есть Абсолютно Натуральные Кроме Всё натуральное Я не применяю Никакой Косметики И вообще Презаложить Свою С природой Зачем мне Всё это Если я люблю Природу И у меня Вот Я больше По травкам И по всяким Таким Природным Явлением Ну в принципе Мы с тобой Всё Рассмотрели Все вопросы Был конечно Ещё вопрос Такой А есть ли Первый источник От Виталия Микерова Но я не понял По какому Это В случае Этот вопрос Да О чём Первый источник Чего Первый источник Мы столько Тут всего наговорили Первый источник Там Славяно-арийских Вед Индийских Вед Индуистского Течения Какого-то Я не знаю Про Кабалу Какой Первый источник О чём Сказок О сивке-бурке Да Можно я всё-таки Ещё раз Насчёт первоисточника Если уж говорить Да Первоначальная Формула Вот так вот Жизни Конечно же Есть Но она До неё Вот как Наверное До неё Не докопаться Сейчас Она где-то Хранится До неё Не дойти Долго Будешь идти Не дойдёшь Но Нам даны Какие-то Разбросанные Кусочки Разных Разных Ключей В разных Может даже Книжках Религиях Там я не знаю Где можно Открыть Какое Можно услышать На улице Какой-то словечке В словах В русской речи И когда вы Слышите её Если вы Будете Очень сердечно Вот Слышать Это так Знаете Как подключка Какое-то Воображение Какого-то Я даже Не могу Понять У меня С детства Это было Подключено Вот у меня Всё время Во всём Двойной Смысл А то и Тройной А то и Десятерной Потому что Я всё время Вот как-то Смотрю на Ромашку Допустим И вот Я вот смотрю Мне кажется Она раз Мне что-то Сказала Там ещё Что-то Вот она Вот этот Первоисток Нужно идти Через природу Она Первоисток Если вы будете К ней относиться Вот как К живому существу Которое вас научит Вот я тут в Индии Была Боже мой Сколько у меня Контактов было С животными С птицами Умнейшими Которые просто Начали прилетать Там разговаривать Со мной Учить меня Даже многому Вот это Я просто Понимаю Что это Мать природа Сама Вот может Через птичку Через ромашку Какую-то Через цветочек Тебе показать Всю Вселенную Да Ещё просто Почему мне Может быть Так вот Такая И с Богом Воевала В 6 лет Отец у меня Был очень человек Списфицкий Он мне сказал Про Вселенную Рассказал Я говорю Я не понимаю Как это Она бесконечна Вот он говорит Иди и думай Как это Она бесконечна И пока не откроешь Не верни Не возвращайся Вот И я два дня Сидела под берёзой Маленькая девочка Шестилетняя Съевшая уже Бледную поганку И вот Я вот Как это сказать Я всё думала Думала И вот это Как-то распахнулось Само Я даже не могу Объяснить Я увидела Всё это Я увидела Но Описать это Словами невозможно Поэтому Вот он Первый источник Он есть Внутри нас Внутри каждого человека И это связано С нашим Каким-то думанием Мы берём Из природы Что-то Что-то Какое-то слово Какой-то звук Услышали И соединяем Это со своей душой А она Всё откроет Вот Вот так Вот так По-другому А так Чтобы это было написано Этого такого нету Понимаете Невозможно Любое Написанное Слово Сейчас Оно всё равно Что-то искажает Потому что Я уже говорила Семь сфер Всё искажает Но есть Такие книги Они где-то есть Я точно знаю Это живые книги Вот у меня было Что я один раз Села на камень Не помню В каком-то городе Какой-то большой камень Где? Под Липецком А под Липецком Какой-то камень лежал Вот я села на этот камень Ну просто посидеть Большой камень И вдруг у меня Раз И вот раскрылись Прямо сцены Жизни Древней Руси Просто Этот камень помнит Он знает Он взял И открыл всё Потом ещё До чего-то коснулась Рукой Правильно И раз Вдруг Вот эти сцены И всё это раскрывается И тогда ты видишь Не то Что человек написал В книжке И сказил А ты видишь то Что видел камень А он уже не врёт Он как раз Зафиксировал Всю правду Как оно происходило Поэтому откуда Я допустим Знаю многие истории Пересказываю Какие-то А мне говорят Где ты это взяла В книжках по-другому написано Я говорю Где На камне посидела Вот оттуда и взяла Или там На земле полежала На каком-то определённом месте На капище каком-нибудь Нечаянно зашла Полежала Вот Оттуда и взяла А это всё Деревья есть Дубы Подошёл к дугу Но это надо Сенсорность внутреннюю развивать Обнял его А он тебе раз Всё и показал Что было А ему там 800 лет Вот он тебе за 800 лет Какие-то события Ключевые Которые его затронули И показал А ты это посмотрел Как кино В каждом человеке Есть этот экран Этот Как это сказать Это Вот это всё Если ты связан с природой Она тебе всё покажет Вот она Вот она Истина Вот здесь она Кроется Они В книгах В книгах Только блёсточки Мы находим Ну вот Так я сказала Не знаю Благодарю Благодарю Я сейчас обращаюсь К нашим Зрителям И слушателям Насколько вы Оцениваете Сегодняшнюю нашу программу Насколько вам Она понравилась Или не понравилась По пятибалльной Шкале Пожалуйста Можете поставить Нам Оценки Сказать Вот там Пятёрочка Отлично Всё Там единичка Вообще не понравилась Или там Ноль Можно даже поставить Без палочки Просто интересна ваша реакция Да И ещё напишите Какие бы темы Если вам понравилось Вы хотели бы Ещё с Марией Обсудить И пригласить В роли Ведущей Сказительницы Вот А мы сейчас Возвращаемся В разговор Пока наши Радиослушатели Зрители Будут писать С тобой И мне Ко мне К тебе Мой вопрос Скажи пожалуйста Тебе Как эта передача Понравилась Насколько Тебе кажется Тема была раскрыта И насколько Вопросы Реплики Из чата Народославского радио Из ютуба Тебе понравились Или не понравились Что ты для себя Отметишь Я тебе сейчас Не о теме скажу Я тебе скажу Сейчас о речении Речь текла Плавно Камней подводных Не было Речка протекла Речь протекла Да Она протекала И ты И ты Как это Как две речки Слились В одну И потекли А потом Еще стали писать И тоже Стали сливаться Я позволю Образами говорить Они вот Категориями Да И получается Так что Образовали мы Сейчас Новое какое-то Течение Новую реку Из наших речей Которая потечет Дальше И до кого Она дойдет Мне бы очень Хотелось Чтобы она Так же Легко Протекала Как протекла Сквозь меня Сквозь тебя Сквозь тех Кто нам писал Вот Через всех Протекла Но вот тот Кто написал Что я похожа На эту Которую Продают Этих Женщин И мужчин Это просто Этот человек Значит Сидел И изучал Мое внешнее Вот это вот А смотреть Надо не во внешнее Конечно А во внутреннее Но на самом деле Смотрите Ни одного препятствия Река Текла По равнине Она Не текла С гор В ней Не было Камней Водопадов В ней Не было То есть Это такая Получилась Равнинная Энергия Которая Пошла Сегодня В этот мир И я просто Благодарю Всех Тех Кто Слушал Благодарю Тебя Алексей И себя Тоже Благодарю За то Что у нас Получился Такой Ровный Такой Прекрасный Вот такое Прекрасное Течение Нашей Речи Русской И дай Бог Чтобы всегда Так и было И было Так Ну вот Какие-то У нас Идут Здесь Уже Оценочки Если это Можно так Назвать Благодарю За эфир Четверочка Пять Воспользовательных Знаков Очень Наполненный Разговор Передача Получилась Так Мне понравилось Четыре Запятая Пятьдесят Пять Пятерка Не успел понять Понравился мне эфир Но голос Понравился Пятерка С плюсом Это в чате Народнославянского Радио Дальше В Ютубе Пять с плюсом Пять плюсов Десяточка Дальше Пятерка Четверка Пять с плюсом Десятка Пять с плюсом Пять с плюсом Ты себя фигуристкой Ощущаешь Нет на Олимпийских играх Пятерка Пятерка Пять и пять Нет Это вот знаете Это голос Там Это Передача Голос Какой там Оценки Ну вообще Я очень благодарна Всем Кто ставит Такие оценки Я даже не знаю Я считаю Что конечно Это просто Они меня может Даже немножечко Там прибавили Спасибо огромное Опять скромность Скромность покатила Украшает Украшает Ну ладно Хорошо Давай тогда Переходить Кто-то написал Фразу Которая мне очень понравилась Передача Получилась Вот для меня Самое главное Чтобы получилась Передача Того Что Из сердца моего Течёт Из твоего сердца И Чтобы это всё И то что течёт Из тех Кто нас слушает Чтобы это передача Всего того Что мы передаём Мягко Мягко Потекла в мир И Давайте направим её В Питер Чтобы туда Биологическое оружие Никто не скидывал Давай не только в Питер Почему в Питер Давай вообще Очистим Очистим Давай уже земельку От этой гадости И глупости На самом деле Если мы сейчас Все друг друга поняли То так и всё И свершается Собственно Пора уже Пора Пора Ой, Алексей Как мне радостно Слушать тебя Хорошо Не хвали меня Не надо Я человек скромный Я так Сижу Кнопочки Нажимаю Примус подчиняю Ладненько Значит Вот что Друзья мои Передача Судя по оценкам Удалась Всё замечательно Хорошо А тем Кто нас будет Уже в записи Смотреть Большая-большая Просьба Ну Во всех случаях К здравомыслящим Людям Вы Если хотите Что-то написать То пишите Как человече Ну Как человеке Во всяком случае То есть Пишите Если вам что-то Не понравилось Обоснование Почему Предложение Как лучше сделать Всякие Хамские реплики Типа Там Они просто Будут стираться И будут баниться Потому что Мы не на базаре Где кто-то Кому-то Что-то Втюхивает Мы разбираемся С интересными темами Всесторонне И даже Если сказитель На ваш взгляд Пришёл И несёт Как вам кажется Какую-то муру Это ещё не означает Что это на самом деле Мура Может быть просто По каким-то причинам Он говорит Чуть-чуть С другой стороны Одного кристалла И для вас Это немножко непонятно Что вы на другой стороне Если кто-то Пришёл И говорит Тему Которая Вернее Озучивает тему Которая вам По каким-то причинам Кажется Какой-то Не такой Что эту тему Не надо разбирать То есть Не делайте Однозначных выводов Становитесь человеками А человек Это тот Который осознаёт И осознанно Может написать Почему ему Не понравилось Что он может Предложить взамен По каким причинам Какая следующая тема Эфира И так далее И тому подобное Вот это человеческое Наше общение Без руганий Без гадости Мы общаемся То есть Создаём нечто общее А разделять Друг друга не надо Потому что Нас и так Всех уже разделили И пришло время Нам соединяться Объединяться И делать единое Наша Общая Державу Строить надо Друзья мои Державу Пришло время Ну что ж По нашей Мы общались Алексей Мы общались На самом деле Вот с тобой Я вот это чувствовала Сердцами И поэтому Когда люди Общаются душой Сердцем Противоречий нет Просто их нет И вот если Подключаются Какие-то чужие Когда люди Человек Он не всегда Сам в себе Часто в нём Есть какие-то Чужие установки Какие-то Какие-то Он где-то Что-то Понабрался И вот это Выскакивает С него Поэтому мы даже Я вот даже Так отношусь Я понимаю Что это не он Сказал Не его душа Сказала Это вот с него Выскочило То что там сидело И если кто-то Даже вот Пусть не пишет Но если Ругнулся Это значит Что с него Это выскочило И он очистился Вот как в пекле Побывал Ты знаешь Что я скажу Очищаться надо В определённых местах Где это пекло Есть Вот баня Это место Где очищаются Бани Это место Где появляются На свет Баня Это где Кого-то омывают То есть Это место очистки Переход из одного Мира в другой Это уборка Хвори И так далее Можно конечно Очищаться Просто едя По улице И поливая Направо И налево Но есть специальные места Куда надо поливать Как пел Висоцкий Плюю только в урны Потому что Ты там не поймёшь Что за печка Потому что темнота Некультурная Вот Но не надо В местах Где есть Светлые люди Плевать Туда Мимо урны Если вы хотите Себя что-то Выплюнуть Пожалуйста Вот Есть места Отхожие Поэтому не надо Где попадя Себя что-то Изрыгать Ну ладно Итак Я просто желаю Когда человек Человек ощущает А потом Это уже пойдёт Как девятый вал То есть это быстро И стал И стал им Как бывает за интересное собеседование, интересный рассказ. Порой даже настолько интересные мысли, что они заставляют, на мой взгляд, у кое-кого развернуть сознание и посмотреть на мир несколько по-другому. А это ведь очень важно. Когда мы смотрим только в одну сторону, мы зашоренные, мы идём по той тропинке, и нас кто-то куда-то гонит. А когда мы смотрим во все стороны, мы можем стать хозяинами жизни, потому что, ёлый пал, так это ж всё моё, так это ж я за это ответственность несу, это же мой мир. Я когда-то принимал участие в его создании, а это же большая ответственность. Ты его создал, ты же его должен содержать в порядке. А это очень важно. Можно ещё маленькое воспоминание просто напоследок. Я была в одной семье, и там были дети, они играли. Я запомнила имя этого мальчика Данила. И вот он играл, играл, и я его вытащила, и пошла с ним в другую комнату и стала просто разговаривать. А ты когда-нибудь был там в море, плавал, и что-то про дельфинов. А вот можешь представить, как мы на дельфинах вместе с тобой плывём, да, и сидим на дельфинах? Вот я, честное слово, только это говорила. Вдруг мы выходим с ним, он уже стал другой, перестал драться, там всё. И он папе своему говорит, папа, знаешь, я помню, как я сотворял мир, землю. Было очень трудно, потому что было внесено зло. Папа на меня напал и сказал, ты что с ним сделала? Что ты ему такое наговорила? Я говорю, честное слово, я ничего не говорила. Мы на дельфинах просто поплавали в океане, ну, в воображении. И вдруг у мальчика это раскрылось. Вот пусть у каждого так раскроется. Да будет так. Да. Итак, напоминаю вам, друзья мои, что сегодня пока ещё по одному из современных календарей. 6 июля 2017 года, четверг. По одному из старинных, по одному из старинных. Пятый день месяца получения даров природы, 7525 лета, среда. Мы в живом эфире сегодня говорили на тему «Сакральные образы, сокрытые в русских народных сказках». И говорили мы с Марией Карпинской. За что низкий поклон тебе, Мария? Низкий поклон всем нашим слушателям и зрителям, которые писали очень интересные реплики, задавали очень интересные вопросы. Ну, может быть, за малым исключением, на мой взгляд, такой привередливый, гадкий такой противный взгляд и такой привереда. Но всё-таки эфир, на мой взгляд, удался. Тема, на мой взгляд, раскрыта. Ждём ваших предложений по эфирам, о чём ещё будем разговаривать, о чём ещё будем вещать. Вместе сделаем мир лучше. Увидимся, услышимся. Быть добру. С вами была Народная славянская радио. Мария Карпинская, Алексей Орлов. До новых встреч. Добра. Народная славянская радио. Всё нужно, всё важно. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова